Р.Б. Базен. Змея в кулаке. Смерть лошадки. Крик совы. Романы. Перевод с французского. Издательство «Прогресс». Москва. 1982 год. Читает Николай Козий. Змея в кулаке. Роман. Лето, мягкое, но устойчивое в Кранском крае, согревало бронзовые завитки безукоризненно свитой спирали. Это тройное кольцо живого браслета пленило бы ювелира, только в нем не было классических сапфировых глаз, потому что гадюка, на мое счастье, спала. Она спала даже слишком крепко. Вероятно, ослабелась годами или утомилась, переваривая лягушек. Геркулес в колыбели, удушающий змеи. Вот он, воплотившийся античный миф. Я сделал то, что, очевидно, сделал, и он быстро схватил змею за шею. Да, за шею, и, конечно, совершенно случайно. Словом, произошло маленькое чудо, еще долго служившее предметом душеспасительных бесед в нашем семействе. Я схватил гадюку за шею у самой головы и сжал ее. Вот и все. Змея внезапно взвелась, как пружина, выскочившая из корпуса часов. А ведь этот корпус был для моей гадюки жизнью. Отчаянный рефлекс, в первый и в последний раз запоздавший на одно мгновение. Она взвивалась, извивалась, обзвивала мне руку холодными кольцами. Но я не выпускал своей жертвы. К счастью, голова сгниет. Это треугольник, подобный символу Бога, я извеченному врага. И держится он на тонкой шее, которую легко сдавить рукой. К счастью, шершавая кожа гадюки с сухими чешуйками не обладает защитной скользкостью угря. Я сжимал кулак все крепче, нисколько не испугавшись внезапного пробуждения и дикой пляски. Существа, казавшегося во сне таким мирным, похожим на самую безобидную игрушку, я был даже заинтригован, я сжимал кулак. Розовый кулачок ребенка может порой сравняться с тисками. И, сжимая кулак, я, чтобы получше рассмотреть змею, придвинул ее голову чуть ли не к самому своему носу, близко на расстоянии лишь нескольких миллиметров. Но успокойтесь, этого оказалось достаточно, чтобы гадюка лишилась последней возможности в бешенстве вонзить в меня сочившиеся ядом острые зубы. И, знаете ли, у нее были красивые глаза, не сапфировая, как у змей на браслетах, а из дымчатого топаза с черными точками посередине. Глаза, горящие искрами огня, который, как я узнаю впоследствии, зовется ненавистью. Подобную ненависть мне доведется увидеть в глазах психиморы, то есть моей матери, с той лишь разницей, что мне тогда уже не захочется играть, да и то не могу с уверенностью сделать такую оговорку. У моей гадюки были крошечные носовые отверстия и удивительная широко зияющая пасть, похожая на чашечку орхидеи. А из нее высовывалось пресловутое раздвоенное жало, одно острие, нацеленное в е, у другое в адама, знаменитое жало, которое просто-напросто похоже на вилочку для улиток. Повторяю, я крепко сжимал кулак. Это очень важно. Это было также очень важно и для змеи. Я сжимал кулак, и жизнь затухала в ней, ослабевала, тело ее повисло в моей руке, как дяблый жезл Моисея. Ясное дело, она еще двигалась, но все реже и реже, изгибаясь сначала спиралью, а затем в виде епископского посоха, потом как вопросительный знак. Я все сжимал, и, наконец, последний вопросительный знак обратился в гладкий, бесповоротный, неподвижный, восклицательный знак. Не трепыхался даже кончик хвоста. Два дымчатых топаза померкли, полуприкрытые лоскутками голубоватой тофты. Змея, моя змея, умерла. Вернее сказать, для меня, ребенка, она вернулась к состоянию бронзы, в котором я обнаружил ее несколько минут назад у подножия третьего плотана мостовой аллеи. Я играл с ней минут двадцать, укладывая ее то так, то этак. Тей Билл дергал ее без рук и без ног и тело из вечного калейки. Змея была мертва, как может быть мертва только змея. Очень скоро она потеряла свой прежний вид, лишилась металлического блеска, стала просто тряпкой. И она показывала мне свое белесое брюшко, которое все животные из осторожности скрывают вплоть до смертного часа или часа любви. Когда я обвязывал ее вокруг своей лодыжки, зазвонил колокол ворот хвалебного. Детей изливали к полднику, состоявшему из тортинок с вареньем. В этот день полагалось докончить банки Мирабели, немного заплесневавшие за четыре года хранения в буфете, но куда более приемлемые, чем смородиновое желе, которое как-то особенно противно было мазать на хлеб. Я мигом вскочил на свои грязные ноги, не забыв захватить с собой гадюку. На этот раз я держал ее за хвост и очень мило раскачивал ее как маятник. Но вдруг мои первые научные размышления оборвало испуганный вопль, и из окна трусливой мадемуазель Эрнестины Леон донеслось до моего слуха исполненное ужаса приказания. Бросьте это сейчас же, и еще более трагический возглас. О, несчастный ребенок! Я остановился в замешательстве. Откуда такая драма? Зовут друг друга, перекликаются бешеный топот каблуков по лестнице. Мадам, господин Абад, сюда, скорее! Где же остальные? Отчаянный лай нашей собаки Капи. Мы уже прочли без семьи. Звон колокола. Наконец, бабушка, вся белая, как ее батистовая жабо, откидывая носком ботинка подол своего неизменного длинного серого платья, выгруживая из парадного. В ту же минуту из библиотеки, правое крыло здания, выскочила тетушка Тереза, графиня Бартоломей, титул, полученный в годы Наполеоновской империи. Вслед за ней мой дядя, папский протонатарий, а из бельевой левое крыло гувернантка, кухарка и горничная. Все семейство, все слуги, чады и домочадцы высыпали из бесчисленных дверей дома, словно кролики из большого крольчатника. Поистине осторожное семейство. Окружив меня плотным кольцом, родные все же держались на почтительном расстоянии от гадюки, которую я вертел за хвост, и это мое движение придавало ей вполне живой вид. Тетушка Тереза, она мертвая, горничная, мне сдается, это простой уш, гувернантка, Фредди, не подходите. Глухонемая кухарка, крыж, аббат, ну и задам же я тебе порку, бабушка, детка дорогая, брось этот ужас. Отважный, гордый, я протянул свой трофей дядюшке-протонотарию по профессии своей врагу любого змея, но сей священнослужитель отскочил в сторону по крайней мере на метр. Остальные последовали его примеру. Однако бабушка оказалась храбрее прочих, на то она и бабушка, и, подойдя ко мне, вдруг ударила ложнетом по моей руке, так что я выронил змею. Гадюка бессильно шлепнулась на крыльцо, и дядя, расхрабревшись, принялся добивать ее весьма воинственно, попирая змеи пятой, подобно архангелу Михаилу, своему небесному патрону. Как только всякая опасность миновала, четыре пары женских рук мгновенно раздели меня, четыре пары женских глаз осмотрели меня с ног до головы и установили, что я чудесным образом спасся от ядовитых укусов. На меня живо накинули рубашку, ибо не пристало отпрыску семейства Риззоу, даже малолетнему, стоять нагишом перед слугами. Оторвавшись от гадюки, превращенной в месиво, дядя в черной сутане, грозно размахивая руками, приблизился ко мне, суровый, как само правосудие. Что укусила на этого дурака мальчишку? Нет, Мишель, поблагодарим Господа, дорогая матушка. Слух прочитаны были отче наш, Богородица. Мысленно каждый приносил какой-либо обед за чудесное мое спасение. Затем папский протонотарий схватил меня, положил поперек колен и, возведя очи к небу, методично отшлепал. Хвалебное великолепное название для падших ангелов, для мелкотравчатых мистиков. Однако поспешим пояснить. Речь просто-напросто идет об искажении слова хлебное. Но добавим также, что не хлебом единым жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И искажение наименования может быть оправдано, ибо поверьте, в хлебном ли, в хвалебном ли, всегда выпекали опресники. Переходя на более прозаический язык, скажем, что хвалебное в течение двух слишком десятилетий служило местопребыванием семейства Резо. Это скопище построек, началом которого явилось вероятно, пекарня, стану в конце концов неким подобием замка. От хаотичности, если не от претенциозности, его спасал фасад, в жертву которому была принесена разумность расположения внутренних помещений. Словом, хвалебное характерный образец лжезамков, столь любезных сердцу старой буржуазии. Старинные семейства в наших местах страдают не меньше, чем женские монашеские общины с закоренелым пороком и те и другие обожают строиться. Наши крестьяне, близкие родичи бретонских крестьян, ограничиваются тем, что прикупают землицы, если есть возможность, округляют свои поля. Самые богатые из них разве что позволяют себе построить прочный хлев из добротного камня, а камень редкий у нас строительный материал, его доставляют из беконской каменоломни. Перевозка обходится недешево, но наши буржуа, по-видимому, чувствуют потребность наградить побольше бесполезных комнат, соответственно количеству гектаров земли, на которой распространяется их право взимать поборы и охотиться на дичь. Хвалебное. Тридцать две комнаты с полной обстановкой, не считая часовни, не считая двух благородных башенок, в которых скрытые отхожие места, не считая огромной теплицей, нелепо обращенной на север, благодаря чему в ней каждую зиму замерзают олеандры, не считая маленькой фермы садовника, прилегающей к усадьбе, не считая конюшен, впоследствии ставших горожаней, не считая различных служб и множество беседок в парке, посвященных каждое какому-нибудь святому, скрючившемуся на нише. Во время крестного хода в канун дня вознесения перед ними служили молеблы, а не с посланием хорошего урожая. Я еще забыл упомянуть о двух-трех голубятнях, давно уже отвоеванных воробьями, о трех колодцах, давно уже обвалившихся, но сохранивших шиферную кровлю, о двух парадных мостах, перекинутых через жалкую струйку воды, именуемую рекой Ом-Мэ. Вдобавок к этому несколько шатких мостиков и десятка трекаменных и деревянных скамейк, разбросанных по парку, чтобы дать приют изысканная усталость хозяина поместья. Эта забота о хозяйских седалищах была единственным реальным стремлением к комфорту в нашем хвалебном. Телефон, центральное отопление оставались сказочной мечтой. Даже самые обыкновенные, самые простые удобства, о которых извещали объявления в местной газете, были там совершенно неизвестны. Питьевую воду, весьма сомнительным качеством, доставали из старого колодца глубиной в 100 метров, воде ставили на закраину все в жирных слезняках. Только в гостиной имелся паркет, да и тот уложенный прямо на землю, так что половицу приходилось менять каждые 10 лет. Остальные комнаты были вымощены терракотовыми плитками, именно вымощены, так как плитки даже и не подумали сцементировать. А в кухне не того хуже. Там полом служили большие плиты из сланца, добытого в Нуайян для Гравуяр, кое-как скрепленной глиной. Печек мало, зато изобилие огромных каминов с чугунными подставками для дров. Добавьте к этому отжившие свой век проселочные дороги, усыпанные капустными кочерыжками, чисто местная, а следовательно чисто крестьянская пища, климат, весьма точно охарактеризованный старым девизом бывших сеньоров Соледо Кранского края. Свети в водах мое солнце, и вы согласитесь со мной, что наше хвалебное было пригодно для жилья только летом, когда болота вокруг речки Омэ дымились на солнце, потом высыхали, покрывались корочкой, которая, растрескавшись, лежала широкими пластинами, и тогда по ним осторожно ступали легкими ножонками мальчишки, охотив за яйцами славок. Наша бабушка прекрасно это понимала и дважды в год, в точно определенный день, совершала переселение, не забывая захватить с собой пианино, швейную машинку и целую батарею медной кухонной утвари, имевшейся лишь в одном экземпляре. Однако позднее нам пришлось круглый год жить в доме с большой буквы и довольствоваться им, как довольствовались местные небогатые помещики своими усадьбами, во всем похожими на нашу. В те времена, к которым относится это повествование, то есть лет 25 тому назад, наш край был куда более отсталым, чем теперь. Пожалуй, самым отсталым во всей Франции. Этот клочок глинистой земли, расположенный на рубеже трех провинций Мен-Британии-Анджу, не отмечен крупными историческими событиями, кроме, может быть, тех, которые происходили в годы революции и в сущности не имеют определенного наименования. Называйте его как хотите, Анжуйский Бакаш, Сыгрейский или Крановский край. Три департамента поделили эту бывшую марку, лежавшую между областями большого и малого соляного налога, отупевшую за долгие века неусыпного надзора и жестоких преследований. До сих пор сохранились зловещие названия «Дорога соляной контрабанды», «Ферма кровавой соли». Усадьба семи повешенных Совсем нежилописный край, болотистая луга, поросшая осокой, дороги в ухабах, требующие повозок с огромными колесами, бесчисленные живые изгороди, превратившие поля в шахматную доску, где каждая клетка окружена щетиной колючего кустарника, старые кривые яблони, обвитые армелой, пустоши, заросшие дроком, а главное, тысяча и одно болото, порождающее мрачные легенды водяных ужей и немолочных лягушек, рай земной для бекасов, кроликов и сув. Но отнюдь не райская обитель для людей. Хилый народ, классический тип выродившегося гала, кривоногие, сильно подкошенные туберкулезом и раком, как встать приверженный к обвившему сами чипцам с голубыми лентами, густой, как раствор цемент похлебки покорной церкви и помещику, недоверчивый, как ворон, цепкий, как сорняк падкий на слевянку и особенно на грушовку, почти все они арендаторы обрабатывают насиженные земли, которые переходят от отца к сыну. Крепостные в душе они посылают в парламент с полдюжины виконтов республиканцев, а в церковные школы с полдюжины мальчишек, которые с годами становятся рабочими испольщиками и бесплатными прислужниками. Это обветшалое обрамление вполне соответствовало нашей былой славе, ныне всеми позабытой подобно ночным колпакам. Узнайте же наконец, что я принадлежу к знаменитому роду Резо, знаменитому, понятно, не в масштабе всей планеты, но во всяком случае за пределами департамента. На всем западе Франции наши визитные карточки, литографированные, если представлялась возможность, всегда лежат на медных подносах поверх других. Буржуазия нам завидует, дворянство нас принимает, иной раз даже бы дает за отпрысков нашего рода своих дочерей, если только не покупает одну из девиц Резо, по правде говоря, увлеченной остатками нашей подмоченной гордыни. Я забыл поставить глаголы этой фразы в прошедшем времени. Исторические анекдоты наверняка не осведомят вас о том, что Клод Резо, вандейский капитан первым ворвался в фон Десе в дни кратковременного наступления Королевской Католической Армии. С тех пор поют католический и французский. Имя Фердинана Резо, вначале состоявшего секретарем претендента на престол, а затем депутатом-консерватором в парламенте ихней республики, вероятно, тоже не врезалось вам в память. Но Рене Резо, кто же не знает, Рене Резо, низенького усатого человечка, размахивавшего шляпой в арьергарде Борнизиена. Резо, чей талант так щедро проявлялся при раздаче наград в церковных школах департамента. Помните это и относитесь ко мне с уважением, ибо Рене Резо приходится мне двоюродным дедом. Возвращение к земле, возвращение Эльзаса, возвращение к феодальным замкам, возвращение к христианской вере, вечное возвращение на круги своя. Нет, вы, конечно, не забыли этой программы. Рене Резо, гордость и блеск нашего семейства, родился слишком поздно для того, чтобы вступить в ряды папских зуавов, а скончался слишком рано, чтобы стать свидетелем триумфа партии народно-республиканского движения, но его не мог выбить из седла ни один из лозунгов, выдвигавшихся вперед между тремя войнами. Кавалер командорского креста Святого Григория, подписывавший выгоднейшие договоры с издательствами, выпускавшими благочестивую литературу, сумел завоевать славу семейству Резо, завладев креслом члена французской академии, где с удовольствием просидел около тридцати лет. Мне, разумеется, не нужно вам напоминать, что смерть поразила его в 1932 году после долгой и изнурительной болезни мочевого пузыря, и что кончина эта, окружившая его орелом мученичества, послужила поводом для бесконечного скорбного шествия почтенных благомыслящих людей, дефилировавших мимо его гроба под каплями святой воды, падавшими с крапилой и брызгами слюны разгоряченных ораторов. У этого героя был младший брат, родным дедом, и мой дед, подобно всем людям, имел жену, и носила она евангельское имя Мария. Он наградил ее одиннадцать чадами, но лишь восемь сумели пережить христианское воспитание. Дедушка произвел на свет одиннадцать детей, потому что первые шесть младенцев были женского пола, из них четырем дочерям пришлось постричься в монахини. Они избрали наилучшую долю, а ему требовался сын, дабы продлить в веках имя и фамильный, хотя и не дворянский, герб везу. Итак, мой отец родился седьмым, и наречен был прикрещением именем апостола Иакова младшего, того самого день, которого празднуется за компанию со святым Филиппом. И эта дурная компания несколько подмочила его репутацию. Примечание — намек на Филиппа Петяна главу коллаборационистского правительства вперед фашистской оккупации. И мой достопочтенный дед после рождения долгожданного наследника решил не умирать, пока не сотворит со своей женой Марией, то есть с моей бабушкой, еще четверых детей. И таким образом он удостоился высокой чести преподнести в дар Господу Богу будущего каноника в лице Мишеля Резо, своего последующего любимца, ныне ставшего папским протонотарием. Аминь. Итак, по воле случая, всему будущего случая, по прихоти которого один родился принцем королевской крови, а другой земляным червем, и по милости которого какому-нибудь удачнику выпадет выигрыш из двух миллиардов билетов социальной лотерии, по воле этого случая я родился в семействе Резо на последней отдаленной ветви истощенного генеалогического древа бесплодной смоковницы, посаженной в искудевших кущах христианской веры. По воле случая у меня оказалась мать, но не будем забегать вперед. Знаете только, что в 1913 году мой отец Жак Резо, доктор права, преподаватель католического университета, должность неприбыльная, как и следовало ожидать, женился на очень богатой мадемуазель Поль Плювиньек, внучке банкира Плювиньека, дочери сенатора Плювиньека, сестре лейтенанта Плювиньека, офицера киросирского полка, павшего на поле брани, что увеличило ее надежды на наследство. У нее было 300 тысяч франков приданого, 300 тысяч франков золотом. Она воспитывалась в пансионе города Ванн, проводя там даже каникулы, и как только окончила курс наук, родители, слишком занятые светской жизнью и политической деятельностью, не желая заниматься этой скрытной девочкой, выдали ее за первого попавшегося жениха. Ничего больше я не знаю о ее молодости, которая ничуть не оправдывает нашу молодость. Отец мой любил подругу юности молоденькую протестантку, но академик Рене Резо бдел, и отец женился на большом приданом, которое позволило ему жить по-княжески до того дня, когда господин Пуанкаре произвел девальвацию. От этого супружеского союза, ставшего для Резо необходимым ввиду их бедности, родились один за другим три сына Фердинан, которого называете Фредди или Рохля, Жан, то есть я сам, меня именуйте как угодно, но если кто посмеет воскресить мое прозвище хватай-глотай, тот получит по морде. Наконец, Марсель по кличке Кропет. За сим, как мне говорили, последовало несколько выкидышей, и я думаю об этих недоношенных Фрезос некоторой зависти, и бы им посчастливилось остаться в стадии зародышей. В лето от Рождества Христова 1922-е, когда я задушил гадюк, у нас Фредди доверили попечению нашей бабушки. Доверили тут скорее эвфемизм. Энергичное вмешательство старухи-бабушки, которую нам не разрешалось называть бабуся, хотя сердце ее было достойно этого плебейского ласково-уменьшительного имени, спасло нас от мучений, оставшихся для нас неведомыми, но, несомненно, жестоких. Я представляю себе бутылочки с молоком, разбавленным грязной водой, сопревшие мокрые чуфички, истошные вопли младенцев, которых никто не укачивает. Ничего в точности я не знаю, но у молодой матери не отнимают детей без серьезных оснований. Наш младший брат Марсель не входил в число питомцев бабушки. Он родился в китайском городе Шанхай, куда мси Резо по его ходатайству назначили профессором международного права в католическом университете общества Аврора. В разлуке с родителями мы познали недолгое счастье, иногда нарушаемое карами в виде лишения сладков, шлепков и приобщением к суровым мистическим порывам. Да, должен откровенно признаться, что с четырехлетнего до восьмилетнего возраста я был святым. Нельзя безнаказанно жить в преддверии неба в обществе чахоточного аббата, освобожденного по состоянию здоровья от обязанностей священнослужителя в соседстве с писателем, понатаревшим в душеспасительных сочинениях и бабушке, старухе, умилительно строгой по части священного писания, да еще целой куче кузенов и тетушек, более или менее причастных к какому-нибудь монашескому ордену, ничего не смыслящих в математике, но чрезвычайно сведущих в двойной бухгалтерии отпущения грехов. Откроем кредит душам, пребывающим в чистилище, дабы сей вновь избранные занесли моление наше в свой дебет и заплатили нам предстательством за нас перед Богом. Я был святым. Мне крепко запомнилась некая оттесемочка, что ж, я не побоюсь выставить себя и в смешном виде. Надо же вам вдохнуть благоухание моей святости, которое, однако, мне не довелось сохранить до гробовой доски. Этой посылался по этикету родственных чувств трижды в год на Новый год, на Пасху и каждому из нас на именины. Мне разрешалось съедать подвиг шоколадки в день, одну утром, другую вечером и предварительно полагалось перекреститься. Не помню в точности, какое я совершил прегрешение. Может быть, съел лишнюю конфетку, воспользовавшись рассеянностью мадемуазели одностейной, а, возможно, в спешке перекрестился небрежно, помахал рукой, словно отгоняя мух, за что меня всегда с мигдованием распекали. Это ведь не крестное знамя, не окривляя, не охватай, глотай. Не помню точно, помню лишь, какое меня охватило раскаяние и сокрушение. И вечером у себя в спальне хвалебное было столь обширно, что у каждого из детей с самого нежного возраста была своя спальня. Это полезно во многих отношениях, и потом это приучает малышей не бояться темноты. Так вот, вечером в спальне я решил, что должен действовать в полном согласии с Иоанном Крестителем. Святой именем Коева меня нарекли, состоял моим ангелом-хранителем и до некоторой степени слугой, как и подобает ангелу-хранитель юного отпуска семейства Резо, которому не пристало одному нести малое бремя своих грехов. И так вечером в своей спальне я решил наложить на себя эпитемию. Тесемочка от коробки шоколада маркиза, плоская и довольно жесткая тесемочка, вдохновила меня на муки, несомненно угодные Господу Богу. Я припоясался и затянул так туго, что мне стало действительно больно. Я стягивал ее так же, как стискивал гадюку. Сперва весьма решительно, затем минуты через три с меньшим энтузиазмом, а в конце концов с сожалением. Я никогда не был неженкой. Меня просто не научили им быть. Но есть предел терпению ребенка, и он не очень велик, в особенности, как даже плечами. У него только шестилетний опыт страданий. Я перестал стягивать тесемочку под тем предлогом, что она может лопнуть. Нельзя же было свести на нет свою жертву, а главное, не следовало уничтожать ее следов, ведь утром мадемуазель Эрнестина, несомненно, придет меня будить, приговаривая, как каждую субботу, ну, скорее, скорее, вставайте, лентяй, а вас благодарим Господа, неспославшего нам еще один день, дабы мы послужили Всевышнему, пора менять белье во имя отца и сына, постарайтесь рубашку не пачкать в глазеть, видеть себя тоже поаккуратнее, отче нашли же и сына небесе, достославная суббота. Мадемуазель Эрнестина сразу заметит тесемочку, я заснул, не подозревая, что в простоте душевной совершил тяжкий грех, впав в сатанинскую гордыню. Но на следующее утро мадемуазель Эрнестина об этом даже не догадалась. О, воскликнула она, какой несносный мальчишка. Затем, спохватившись, посмотрела на меня с некоторым уважением и добавила, Жан, Господь Бог не позволяет человеку шутить со своим здоровьем. Я обязана немедленно обо всем доложить вашей бабушке. Я упивался ее словами, но, разумеется, разыгрывал целомудренное отчаяние поруганной души. Пять минут спустя бабушка в старинной шаре с бахромой, накинутой на капот, склонилась надо мной, осыпая меня упреками. Но тон ее совсем не был строгим, да и взгляд светился повезливой гордостью. Своими длинными тонкими пальцами детской романистки, ведь она тоже писала нравоучительные романы, бабушка с нежностью провела по красной полоске этому красноречивому стигмату моего мучничества, все еще опоясывающему меня. Обещай, миленький Жан, что не будешь больше подвергать тебе истязанием, не сказавшись мне. В то утро она не назвала меня хватай глот, а я обещал. Бабушка вышла из комнаты, покачивая головой так же, как и мадемуазель Эрнестина. Обе они были неспособны покарать маленького святого. Слух у меня довольно хороший, и я расслышал, какие наставления давала за дверью бабушка. Следите повнимательнее за мальчиком, мадемуазель. Я за него тревожусь, но должна осознаться, что он внушает мне и большие надежды. Протонотарий, гувернантка, старые слуги, осень в хвалебном, зима в Анже, бабушкин щуньон, двадцать четыре различные молитвы в течение дня, торжественные визиты академика, школьники, почтительно снимавшие береты при встрече с нами, кюре, являвшиеся к нам домой с пожертвованиями на благолепие храма и к празднику святого Петра и за взносами в фонд распространения христианского вероучения, бабушкино серое платье, сладкие пироги со сливами, песенки батреля под аккомпанемент разбитого фортепиана, дожди, живые изгороди, птичьи гнезда в живых изгородях, праздник тела Господня, первое причастие в домовой часовне, первое торжественное причастие Фредди, молитвенник в его руках, тот самый, по которому читал молитвы наш отец, а до него дед Фердинанд, а до него прадед, тоже носивший имя Фердинанд, каштаны в цвету. Потом бабушка умерла, в три дня я унесла у Риме фамильный недуг, болезнь людей образованных, как будто природа мстит, и возраст, кто не изгоняет из своего организма мочевину трудовым потом. Эта знатная дама и вместе с тем добрая женщина мое сердце, не забыла ее, сумела умереть с достоинством, решительно отказавшись от зондов и прочего отвратительного ухода, который продлил бы на несколько дней ее жизнь, она потребовала к себе сына аббата, дочь графиню Бартоломи, проживавшую в Сыгре, и сказала им, я хочу умереть прилично, я знаю, что пришел мой конец. Не возражайте, велите горничной достать пару вышитых простынь с четвертой полки бельевого в шкаф того, что стоит в передней. Когда она оправит постель, приведите ко мне внуков. Так и было сделано. Бабушка сидела, опершись на подушке. Казалось, что она не страдает, хотя впоследствии я узнал, что смерть от этого недуга одна из самых мучительных. Ни тяжких вздохов, ни стонов. Нельзя, чтобы перед детьми предстал плачевное зрелище. Пусть у них останется неизгладимое воспоминание о благородной агонии, изображаемой на лубочных картинках. Бабушка приказала нам встать на колени, с огромным трудом подняла правую руку и по очереди возложила ее на голову каждому из нас, начиная со старшего внука. Да хранит вас Бог, дети мои. Вот и все. Она больше не надеялась на свои силы, мы вышли пятя спиной, как с королевской аудиенцией. И ныне, когда прошло уже более двадцати лет, я с глубоким душевным волнением думаю, что она была достойна этой чести бабушкой. Конечно, она не походила на обычных баловниц бабушек, щедрых на поцелуи и конфеты, но никогда я не слышал более выразительного покашливания, которым она старалась сдержать свое умиление, когда мы бросались к ней на шею с ласками. Ни у кого не видел я такой величественной осанки, но когда у кого-нибудь из нас температура повышалась до тридцати семи пятидесятых градусов, ее гордая голова паникала. Для той незнакомки, о которой в нашем доме никогда не говорили, но за которую молились два раза в день, наша седовласая бабушка, закалывавшая высокий шиньон черепаховым гребнем, всегда была и останется предшественницей, заклятым врагом, легендарным существом, которого нельзя ни в чем упрекнуть, у которого ничего нельзя отнять, и главное его кончины. Бабушка умерла, появилась наша мать, и вот идиллия становится драмой. Мама, кое-кто из наших маленьких родичей говорил маму с таким видом, будто сосал сладкий леденец, да и точно так же произносили это слово, говоря о бабушке, протенотарии, тетушке Терезе, и хотя в устах мадмунселерной стены оно превращалось в тяжловесное ваша матушка, а некоторые наши близкие произносили его весьма сдержанно, все же это слово ласкало наш слух. Почему это она никогда не напишет? Во-первых, следует говорить, почему она никогда не пишет, а во-вторых, вы несправедливы, Фредди. Ваша матушка прислала вам письмо к Рождеству, да и не забудьте, Китай, это очень далеко. Нет, наша матушка не писала нам. Они, я хочу сказать, мои родители, мс. и мадам Резо, прислали просто-напросто поздравительную открытку с готовым текстом, напечатанным по-английски. Желаем вам счастливого Рождества. Ниже две подписи. Первая каракулями Резо, наследник родового имени и герба, ставит только фамилию, а вторая клинообразная надпись гласила Резо Плювиньяк. Обе подписи были подчеркнуты жирной чертой. Адрес был напечатан на машинке, вероятно, печатал Лев Ахонг, секретарь которого мы представляли себе с длинной прекрасной косой, избивающейся по спине и с семьей языками во рту, дабы уметь хранить молчание. Китай это очень далеко, но, кажется, я в детском возрасте и мысли не допускал, что материнское сердце может быть еще дальше, нежели Шанхай. Мама, мадам Ладур, наша соседка, мать шестерых детей, понятия, не имевшая положения дел, еще подогрела наше воображение. Мама, это даже лучше, чем бабушка. Ну, еще бы, мы сразу в этом убедимся. Супруга Фризо вызвали телеграммой, но они приехали только через восемь месяцев. Отряд наших дядюшек и тетушек, придевшие по причине брачных союзов или вступления на духовное поприще, не мог заменить умершую бабушку. Протонотарий выпросил себя назначение в Тунис, где климат мог доконать последние палочки Кохови в легких. Мадемуазель Эрнестина Леон не желала брать на себя тяжелую ответственность за наше воспитание, а кроме того, было еще хвалебное прежнее майоратное владение, и надо было спасать его от налогового ведомства, претензий по закладным, от разделов по республиканским порядкам наследования. Как-то к вечеру нас выстроили на перроне вокзала в Сегре. Мы были чрезвычайно возбуждены, верховные жрицы тетушка Бартоломии и Кузернантка с трудом нас сдерживали. Я прекрасно помню, как они перешептывались и тяжело вздыхали. Поезд с громко пыхтевшим паровозом, похожим на большого тюленя, такие паровозы можно видеть только на узкоколейках, опоздал на десять минут. Ожидание оказалось нам невыносимым, но вскоре мы пожалели, что оно не продлилось целой вечностью. Волей всемогущего случая вагон, в котором ехали наши родители, остановился как раз перед нами. Появившиеся в окне густые усы, а по соседству с ними шляпка в форме колпака колпака для сыра, модный в те годы фасон, побудили мадемуазель Эрнестину подвергнуть нас последнему осмотру. Фредди, выньте руки из карманов, хватай, глотай, держитесь прямо. Но окно опустилось, из-под шляпки в форме колпака для сыра раздался голос. Возьмите багаж, мадемуазель. Эрнестина Леон покраснела и возмущенно зашептала на ухо графине Бартоломи. Мадам Резо принимает меня за горничную. И все же она выполнила приказание. Наша мать удовлетворенно ухмыльнулась, обнажив два золотых зуба, и мы, в простоте душевной, приняв эту усмешку за материнскую улыбку, в восторге бросились к вагонной дверце. Дайте же мне сойти, слышите? Оторваться от нее в эту минуту было в наших глазах просто кощунством. Мадам Резо вероятно поняла наши чувства и, желая пресечь дальнейшее излияние, взмахнула своими руками в черных перчатках направо, налево, и мальчики на земле, получив пооблеухие, причем силой и точностью дара свидетельствовали о долгой тренировке. О, вырвалась у тетушки Терезы. «Что вы говорите, дорогая?» осведомилась наша матушка. Никто ей брови не повел, а мы с Фредди рыдали. «Так вот, как вы радуетесь моему возвращению», заговорила мадам Резо. «Ну что ж, прекрасное начало, прекрасное. Какое хотела бы я знать представление о нас внушило детям ваша покойная матушка». Конец этой тирады был обращен к мужчине скучающего вида, и таким образом мы узнали, что это наш отец. У него был длинный нос и ботинки на пуговицах. Тяжелая шуба с воротником из выдры сковывала его движение, и он с трудом тащил два больших желтых чемодана с пестрыми наклейками, лестным свидетельством путешествия во многие страны. «Ну что же вы поднимаетесь?» сказал он глухим голосом, словно процеживая слова сквозь густые усы. «Вы он, наш младший братишка?» Пока взрослые, уже не обращая на нас внимания, учтиво приветствовали друг друга, о, не слишком учтиво, мы отправились на поиски Марселя и обнаружили его за чемоданом какого-то пассажира. «Вы, мои братья, осторожно, справился сей молодой человек, уже в те годы не отличавший со слова охотливостью. Фредди протянул ему руку, но Марсель не пожал ее. Косясь в сторону мамаши, он заметил, что она за ним наблюдает, в то же мгновение она крикнула «Дети, возьмите по чемодану!» Мне достался чемодан слишком тяжелый для восьмилетнего ребенка, удар маминого каблука по моей ноге придал мне силы. «Ну, вот видишь, ты же можешь его нести, хватай, глотай, можешь!» Мое прозвище прозвучало в ее устах нестерпимой насмешкой. Шествие тронулось. Фредди покосился на меня и потрогал пальцем кончик своего носа, что означало сигнал бедствия. Я хорошо расслышал, как мадемуазель Эрнестина Леон тут же доложила тетушке Терезе, без конца подают друг другу знаки. Это во-первых доказывало, что смысл этого сверхсекретного сигнала ей давно известен, а во-вторых, что она знает, какую загадку нам предстоит еще долго разгадывать в пронизительном взгляде женщины, которую нам уж раз хотелось называть мамой. Итак, мы собрались все вместе, все пятеро, собрались для того, чтобы сыграть первый эпизод фильма с претензиями на трагедию. Его можно было бы назвать отритой во фланелевых жилетах. Нас пятеро, мы главные действующие лица, и надо сказать, что мы хорошо сыграли свои роли, ведь половинчатых характеров в семействе Резоне бывает. Пять главных персонажей и несколько статистов, обычно тут же отпадавших из-за недостатка кислорода человеческих чувств, в силу чего посторонние люди задыхались в атмосфере нашего клана. Перечислим действующих лиц. Во-первых, глава семьи, малоподходящая для этого положения, наш отец Жак Кризо. Если вам угодно будет перелистать определение характеров людей по их именам, книжку, выпущенную каким-то магом, вы сможете убедиться, что в данном случае в ней дано совершенно правильное определение. Люди, носящие имя Жак, сказано там, слабохарактерный, вялый, мечтательный, непрактичный, обычно несчастный в семейной жизни и не умеют вести свои дела. Сущность моего отца можно определить в двух словах бездеятельный резон, остроумие больше, чем ума, больше тонкости, чем глубины, большая начитанность и поверхностные размышления, большие познания и маломыслия, фанатичность убогих суждений иной раз заменяла ему волю. Короче, один из тех людей, которые никогда не бывают сами собой и всецело зависят от обстоятельств, людей, сущность которых меняется на глазах, лишь только меняется окружающая обстановка и которые, зная это, отчаянно цепляются за привычную обстановку. Внешне папа был неказист, низкорослый, узкогрудый, немножко сутулый, как будто его тянула к земле тяжесть собственных усов. Ко времени нашей с ним встречи у него еще не было седины, но он уже начал высеть, он вечно жаловался, страдал мигренией и постоянно глотал аспирин. В то время мадам Резо исполнилось тридцать пять лет. Она была на десять лет моложе отца и на два сантиметра выше его. Напоминаю, что происходила она из рода плевеньяков, весьма богатого, но не старинного. Выйди замуж, она стала настоящей Резо и держала себя высокомерно. Сто раз я слышал, что она была красива. Хотите верьте, хотите нет, но у нее были большие уши, сухие, рассыпающиеся волосы, тонкие, поджатые губы, тяжелая нижняя челюсть, по поводу которой наш острослов. Фредди говорил, как только она откроет рот, мне сразу кажется, что она дает мне пинка в зад. Неудивительно приятком подбородке. Кроме нашего воспитания у мадам Резо оказалась еще одна страсть — собирание марок, а кроме собственных детей у нее было только два врага — моль и шпинат. Больше ничего к этому портрету не могу прибавить, разве только, что у нее были большие ноги и большие руки, которыми она прекрасно умела пользоваться. Количество килограмма метров израсходованных ее конечностями на мои щеки и зад представляет собой интересную проблему бесполезной траты энергии. Справедливости ради добавлю, что и Фредди заслуженно получал свою долю. Будущий глава нашего рода унаследовал от отца все его качества — рохля. Этим все сказано. Таким он и будет всю жизнь. Свойственная ему сила инерции была пропорциональна количеству ударов и злобных окриков. Не забудем, что в раннем детстве у Фредди скривился нос из-за плачевной привычки сморгайз вытирать его в одну сторону справа налево. Что касается Марселя, почему-то прозванного Крапетом, происхождение прозвища Туманна, я не хочу говорить о нем плохо. А то могут подумать, что я все еще ему завидую. Стопроцентный привиньяк, а следовательно, прирожденный финансист, он не любил тесную одежду и обувь. Был ученик неспособный, но прилежный, обладал характером холодным, упорным, себелюбивым и глубоко лицемерным. Остановлюсь, а то я, пожалуй, не сдержу своего слова. Отличительные приметы спереди, хохолок прямо над самой серединой лба и большие на выходе глаза, такие близорукие, что уронив очки, он с трудом их находил. Отличительные приметы с тыла, вихляющая походка и вислый зад. В детстве всегда казалось, что он наделал в штанишки. Остается пятая карта нашего злополучного покера. Откроем ее. В комбинации из трех братьев я являюсь валетом пик. Исповедоваться я не собираюсь. Вам достаточно знать, что меня не напрасно прозвали хватая глотая согласно фамильному и весьма неприятному обычаю, который роднит нас со знатными семьями Древнего Рима, где прозвища были обязательны. Озорник, Сорвиголова, Бунтарь, Забияка, Плутишка-Воришка, Длинной мальчик с золотым сердцем, честноволосый толстощойки до двенадцати лет, ненавидевший свои пухлые щойки, навлекавшие на меня материнские оплеухи. Руссия плохо, пока мне не вырезали гланды, к несчастью те же уши, те же волосы, тот же подбородок, что у нашей матушки. Но я весьма гордился своими зубами, крепкими, как у всех Ризо, единственное, что у них было здоровое и крепкое, и что позволяло им обходиться без щипков для орехов. Жадные до всего на свете, а больше всего жаждущие жизни. Очень занят собственной особой, занят не меньше и другими людьми, но при том условии, что у них хватало ума отводить мне не последнее место в своей жизни. Преисполнен почтение к незаурядному уму, будь то друзья или враги, и даже отдаю некоторое предпочтение врагам. Одна брось у меня выше другой, и я хмурю ее только в честь не отругов. Итак, на домашней сцене в хвалебном выступает пять действующих лиц, включая и меня, зрелище неповторимое. После возвращения родителей дом в адже был продан. Отец решил круглый год жить в деревне и вышел в отставку, отказавшись от должности преподавателя. Преподавателя католического университета. Предлогом послужила малярия. В сущности ему просто не терпелось объединить под своим вялым скипетром фамильные угодья и бесславно царствовать там, растеивая скуку генеалогическими изысканиями, особенно энтомологией. Он изучал разновидность мух серфидов. Папа был одним из крупнейших в мире серфидологов. Правда, на всем земном шаре этих знатоков двукрылых насекомых насчитывается не больше сотни. В знаменитых желтых чемоданах, которые он тащил, сойдя с поезда, хранились драгоценные прототипы. Для невежд поясню, что словом прототип обозначаются впервые найденные и описанные образцы, занесенные в каталоге специалистов. Отец хорошо поработал в Китае. Он привез оттуда пятьдесят новых видов. Это была его гордость, дело его жизни. Неудивительно, что, переехав в хвалебное, он прежде всего устроил на чердаке в правом крыле дома свой личный музей и только после этого проявил заботу о детях, нанял для них наставника. И вот на сцене появляется шестое действующее лицо, правда, эпизодическое, но важное, так как в этой роли будут выступать сменяющие друг друга актеры, все однако одетые в обезличивающую форму сутану. Первый из наших наставников носил белую сутану. Преподобный отец Тюбель действительно принадлежал к миссионерскому ордену белых отцов, проповедующих среди чернокожих и почитающих великим человеком кардинала Лавизери, первого примаса Африки, первого архиепископа Карфагенского после завоевания этих руин. Отец Тюбель утверждал, что расстаться с Африкой его заставила болезнь печени. Позднее мы узнали, что он был исключен из ордена белых отцов за то, что чересчур пламенно проповедовал Евангелие молодым негритянкам. Но когда он приехал к нам, то произвел на всех впечатление внушительное на цепочке от часов болтающейся ниже креста у него висели в качестве брелоков три львиных когтя. Только Альфонсина, сокращенно Фина, нашла в нем нечто подозрительное священника в Белой Сутане, где это видано. Она усмотрела тут посягательство на права его святейшества Пия одиннадцатого седавшего тогда на папском престоле. Но оказывается, я незаметно вывел на сцену седьмое действующее лицо, которое до сих пор оставлял в тени старуху Фину, хотя она вовсе не годилась в актрисы. В оправдании ее, скажем, что она была глухонемая и уже лет тридцать состояла служанкой в доме Резо, срок более чем достаточный для того, чтобы довести до отупения даже нормальное существо. К нашей матери она перешла по наследству от бабушки, которая платила этой несчастной пятьдесят франков в месяц. Вопреки всем девальвациям ей пришлось остаться при этом жаловании, зато ей притвоили множество званий. Она была и горничной, и бельевщицей, и нянькой, и полотером, хотя нанималась всего только кухаркой. Мадам Резо находила, что покойная свекровь поставила дом на слишком широкую ногу, но это и теперь непосредством и уволила одного за другим всех слуг. Фина, которая по своему увечью находилась в полной власти хозяйки, вынуждена была безропотно нести все возраставшие обязанности, но стала питать к мадам Резо почтительную враждебность, иногда приносившую нам пользу, и выражала это чувство на афинском языке, еще она астрота Фредди, который понимали только в хвалебном, говоря на нем, приходилось пускать в ход пальцы, брови, плечи, ноги, а иной раз даже издавать дикие звуки. Перечислим теперь наших крепостных. Во-первых, папаша Перро, папашины, как правило, называют вкранное, всех мужчин, даже холостяков старше 40 лет, если эти люди от рождения не имеют права на почетное именование господин. Это обращение употребляется официально даже с церковной кафедры. Волшебные сказки Перро, понимаете, под этим охотничьи рассказы, вернее, истории о браконьерских похождениях, были одной из редких радостей, услаждавших мое детство. Папаша Перро состоял у нас хвалебным садовником и полевым сторожем. Он держал также бокалейную ловчонку в городке Соледо. Затем следовал барбелевьенский клан. Отец Жан Барбелевьен последний гал арендовал ферму, прилегавшую к нашей усадьбе. Его жена Бертина мастерски орудовала вальком, полоща белье на речке и мастерски сбивала масло. В наших краях масло сбивают в высоких кадочках с отверстием в крышке, где неутомимо движется нечто вроде деревянного поршня. Дочка Бертинет с кривой шеей, сын Жан младший, по заслугам получивший кличку разоритель гнезд. Затем семейство Гео, арендовавшее ферму ивники, обремененное многочисленными дочерями, из которых одна в годы моей юности не была ко мне жестокой. Семейство Аржье, арендовавшее у нас ферму Бертиньер, большие любители карпов, которых они тайно ловили ночью в нашем пруду при помощи вершей и даже бредни. Наконец, тетушка Женни, так и унесшая с собой в могилу секрет изготовления необычайно вкусного сыра в плетеных камышовых корзинах. Папаша 1924 Резо ждать. Мы вмиг скатились по перелам лестницы. В столовой уже собрался Аль-Апак в полном составе. Папа восседал в центре. По правую руку от него наша матушка, по левую преподобный отец Тюбейль, покуривавший трубку. На конце стола сидела, держась неестественно прямо мадемуазель Эрнестина Леон, а на другом конце Альфонсина. — Ну-ка вы двое усаживайтесь, поживее взвизгнула мадам Резо. Папаша торжественно простер руку и пошел отчеканивать заученный урок. — Дети! Мы позвали вас для того, чтобы сообщить принятые нами решения относительно организации и расписания ваших занятий. Вперед устройства на новом месте закончился. Теперь мы требуем от вас порядка. Он перевел дыхание, и мать, воспользовавшись паузой, прикрикнула на нас, хотя мы и без того испуганно молчали. — Не смейте болтать! — Вы будете ежедневно вставать в пять часов утра, — продолжал отец в свою речь. — Как только встаньте, сейчас же оправите постель, умойтесь, а вслед за сим все пойдете в часовню на мессу, которую будет служить отец Тюбель. Обязанности причетника придется исполнять вам по очереди. Вознеся молитву Богу, вы сядете за уроки в бывшей спальне моей сестры Габриэль. Мы предназначаем ее для классной комнаты, так как она находится рядом со спальни отца Тюбеля, что облегчит ему надзор за вами. Восемь часов утра завтрак. — Кстати сказать, — прервала его мать, обращаясь к моду Мазель Леон, — я требую, чтобы детям больше не давали кофе с молоком, а кормили их супом. Это гораздо полезнее. Можете давать немножко молока Марселю, так как у него энтерит. После первого завтрака получасовой отдых, конечно, в молчании, — снова прервала его мать. — Ваша мама хочет сказать, на перемене нельзя шуметь, чтобы ее не разбудить, — со вздохом сказал мс. Резол. В девять часов занятия возобновляются. Будете отвечать в выученные уроки, писать диктовки, решать задачи. После десяти часов перемена на четверть часа и снова занятие до второго завтрака. При первом ударе колокола вы идете мыть руки, при втором ударе войдете в столовую. Мс. Резол с довольным видом стал подкручивать свои усы, устремив пристальный взгляд на хризантемы, стоявшие в большой плетеной корзине посреди стола. Вдруг он резко взмахнул рукой и, поймав жука, со всех сторон оглядел его. «Полюбопытно!» «Каким образом, — спрашивается, — это полюфена?» очутилась здесь. «Ну, вот удача!» Он порылся в одном из четырех карманов своей жилетки и достал пузырек, на дне которого лежал порошок цианистого калия. Мы уже хорошо знали эту скляночку. Мать насупилась, но ничего не сказала. Она уважала науку, пока полюфена боролась со смертью, папа спокойно продолжал прерванную речь. «После завтрака перемена целый час, но наказанный лишается этого отдыха. Вы должны непременно играть на свежем воздухе, если только нет дождя. А если погода будет очень холодная?» — осмелилась спросить мадемуазель Леон. «Холод — лучшее средство закалки», — возразила мать. «Я стою замужественное воспитание, уверена, что Альфонсина придерживается моего мнения». Различив свое имя по движению губ хозяйки, глухонемая, на всякий случай отрицательно замотала головой. «Вот видите, она тоже не хочет, чтобы их держали в вате». Папа потерял терпение. «Право мы никогда не кончим, так, боль, если все будут меня прерывать. Так на чем же я остановился?» «Ах, да, я говорил, что в половине второго вы снова примете за работу. В четыре часа полдник предоставляю отцу трюбелю заботу, как распределить ваше время до и после полдника. Когда зазвонит колокол к ужину, порядок тот же, пожалуйте, в умывальную, мать руки. За ужином разрешается говорить только по-английски. Когда вы попросите хлеба или вина, воды, воды, Жак, ответа не будет, если свою просьбу вы выразите не на английском языке, а то есть на языке лорда Дизраэля, который, впрочем, был евреем. Это лучший способ заинтересовать детей иностранными языками. В мое время наш наставник Аббат Фаер заставлял нас говорить по-латыни. У меня более современный метод. Тотчас после ужина вечерняя молитва в часовне, где соберутся все домашние. В половине десятого, самое позднее, вы должны быть в постели. Вот и все. Я ухожу, надо еще насадить мух на булавки. Мадам Резо повернулась к гувернатке, а ее супруг, шаркая подошвами, вышел из комнаты. Мадемуазель, будьте любезны, помогай теперь Альфонсине в Белевой. Ведь у нас стало меньше дел и больше свободного времени. Так как с мальчиками занимается Аббат, не так ли? Мадемуазель Леон ничего не ответила. Мать продолжала. К наставлениям отца я, как хозяйка дома, хочу прибавить некоторые свои указания. Прежде всего, я запрещаю топить печки в ваших спальнях. У меня нет никакого желания, чтобы вас в одно прекрасное утро нашли мертвыми от угара. Прикажу также отобрать у вас подушки. От подушек дети становятся сутулыми. Стеганые перинки тоже ничему. Летом пикейное одеяло, зимой два байковых, этого вполне достаточно. Запрещаю вам разговаривать за столом. Можно только отвечать на вопросы старших. Держаться нужно прилично. Не горбиться, локти прижать к тулу, еще руки положить по обе стороны тарелки, головой не вертеть. Откидываться на спинку стула запрещается. Каждый сам будет убирать свою спальню. Я регулярно буду делать осмотры, если где-нибудь обнаружу паутину, пеняйте на себя. И, наконец, я не желаю больше видеть у вас на головах какие-то цыганские лохмы. Отныне вас будут стричь под машинку нулевым номером. Так опрятнее. В колониях, заметил отец Тюбель, вынув изо рта, погашу и трубка обязательно бреют голову. Но ведь мы не в колониях. Расхрабриваться вдруг мадамаза Леон. В здешних краях холодно, а главное сыро. Дети привыкнут, мадемуазель. Сухо оборвала ее мадам Резо. Я нашла машинку. Ею стригли кадишона, ослика, которого моя свекровь некогда запрягала в тележку, когда посылала зачем-нибудь в соседнюю деревню. Я сама остригу детей. Сумерки сгущались. Мамаша быстро провела рукой по глазам слева направо, что означало на финском языке. Зажгите лампу. Она быстро усваивала иностранные языки. Фина. Зажгла парадную керосиновую лампу на подставке зеленого мрамора, потом замахала левой рукой. Общий смысл этого жеста скорее или дело спешное. Потом правой рукой показала на дверь, ведущую в кухню. В данном случае это означало, «Мне срочно надо идти». Мадам Ризо правильно расшифровала эту пантомилу и, производя перевод на финский язык, захлопала в ладоши, как будто аплодируя ей. «Можете идти». «Вы, дети, тоже можете идти», — возгласил отец Тюбель. «Да поживее, поживее», добавила мать. И все еще под впечатлением финского языка энергично захлопала в ладоши. Даже к самым драконовским законам всегда можно примениться. Наша мать, которой по ее натуре очень подошла бы должность надзирательницы в женской каторжной тюрьме, взяла на себя обязанность следить за строжайшим выполнением своих предписаний и постепенно обогащала их новыми чрезвычайными декретами. Мы уже привыкли к духу недоверия, освященного религией, подозрительности, которая окружает все действия христианина и подкапывается под каждое намерение этого потенциального грешника. Подозрение в этом резо возвела в догмат. Ее запреты, усложненные многообразными толкованиями и вариантами, превратились в настоящую сеть заграждений из колючей проволоки. Зачастую ее приказы были противоречивы, так, например, мы обязаны были до заутренней прибрать свои спальни, чтобы опорожнить помойное ведро, канализации, конечно, в хвалебном не было, нам приходилось добираться до отхожего места, устроенного в правой угловой башенке по соседству со спальней родителей. И это в глубокой тьме о притусклом свете керосинового ночника, да и его вскоре у нас отобрали. А ведь нам строго запрещалось пролить хотя бы каплю из ведра, запрещалось шуметь, чтобы не потревожить сон нашей августейшей матушки. Боясь наткнуться на что-нибудь во мраке и разлить неблаговонную жидкость, мы шли к радуществ, прижимая к груди ведро, словно великомученик Тарцизиус с бесценной дароносицу. Вначале присутствие мадемуазель Леон избавляла нас от постоянных столкновений с матерью. При случае гувернантка защищала нас. Но очень скоро мадам Резу это заметила. — Право, мадемуазель, вы всегда заступаете за этих хулиганов. Стоит мне отвернуться, как вы им во всем готовы уступить. Отец Трюбель ни во что не вмешивался и спокойно покуривал трубку. Напрасно бедняжка Эрнестина пыталась склонить его на свою сторону. — Голубушка, да поймите вы, мы с вами долго здесь не засидимся. Пусть это особо воспитывает своих детей как ей угодно, это ее личное дело. Нам с вами платят, и, кстати сказать, плохо платят. Наше дело — сторона. Мне не так-то легко найти новое место. Случайно подслушав этот разговор, я понял, что за человек отец Трюбель. Но гувернантка не сдавалась. Старая дева нас любила, как раз за это наша мать ненавидела ее и лишь опасаясь всеобщего осуждения, пока еще держала в доме. Кое-какие реформы, которые замыслила мадам Ризо, можно было произвести только после увольнения Эрнестины, поэтому мать искала любого предлога, чтобы изгнать ее. Недомогание Фредди и оказалось таким предлогом. Ничего серьезного у него не было, просто несварение желудка, вызванное красными бобами, которыми пичкала нас экономная мать. Однажды утром наш старший брат не смог подняться с постели, и мадамазель Эрнестина предложила взять его к себе в комнату, так как у нее топилась пичка. Мадам Ризо не разрешила. Мальчишка ужасно избалован. Ему просто надо очистить желудок. Как вы, конечно, догадались, ему закатили касторки, налили полную столовую ложку этой гадости, поднесли к рту. Фредди отвернулся и осмелился сказать, а бабушка давала мне слабительный шоколад. Мадам Ризо стиснула зубы и вместо ответа с такой силой сжала сыну нос, что он поневоле открыл рот, боясь задохнуться. Тотчас нежная мамаша воспользовалась этим и влила касторовое масло ему в глотку. Реакция последовала немедленно. В непреодолимом позыве Фредди все изрыгнул на материнский халат. «О, мерзкий ребенок!» завопила она и со всего размаху дала ему звонкую пощечину. Ни сердце, ни педагогические принципы дипломированной гувернантки мадемуазель Леон не вынесли этого. «Мадам Ризо», — заявила она, «я не могу одобрить подобные методы». Мадам Ризо круто повернулась и прошипела, «А я милая, не одобряю ваших методов». Мадемуазель Леон возмутилась. «Вы забываетесь, мадам, я вам не горничная, но ее противнице было уже не до приличий. Мне все равно, кто вы такая. Я вам плачу за то, чтобы вы следили за моими детьми, а не за то, чтобы вы восстанавливали их против меня. Вы прекрасно усвоили уроки моей свекрови, уж кто-кто, а она умела внести раскол в семью. Если я ничего не добилась до сих пор от своих сыновей, то теперь мне понятно, кому я этим обязана». В таком случае, мадам, «Мне больше нечего здесь сделать. Как раз это я и собиралась вам сказать». Мадемуазель удалилась, гордо подняв голову, а мадам Резо заставила Фредди проглотить не одну, а две ложки кастерки. Реформы продолжались, но на этот раз о них уже не объявлялось столь торжественно. Мать закручивала гайки, следуя собственному вдохновению. Утверждать свою власть с помощью все новых и новых придирок вот что стало единственной отрадой, мадам Резоу. Она держала нас в постоянном тревожном напряжении, зорко следила за нами, умела испортить нам любое удовольствие. В первую голову у нас отняли право прогулок, право прошвырнуться, как говорил Фредди. Прежде нам разрешалось гулять по парку, правда, при одном условии, не покидать его пределы и не переходить через дорогу, идущую вдоль ограды. Не успела мадамазель Эрнестина уехать, как мадам Резоу неожиданно разразилась потоком жалоб за завтраком, что было отнюдь не в ее правилах. Обычно она предпочитала обрабатывать мужа в интимной обстановке. «Жак, твои дети стали просто невыносимыми, особенно хватай-глотай. Я не могу допустить, чтобы они носились повсюду, как жеребята, вырвавшиеся на волю. Того и гляди, попадут под автомобиль. Они никогда не возвращаются домой к назначенному часу. Не правда ли, отец Трюбель?» Отец Трюбель только крякнул, чуть не подавившись ложкой супа. «Руки на стол! Хватай-глотай!» закричала мадам Резо. И за то, что я недостаточно быстро выполнил приказание, она ткнула меня вилкой в руку, оставив на ней четыре красных следа. «Черенком, черенком, Поль!» «Этого вполне достаточно!» простонал отец и добавил, «Нельзя же мальчишек держать на привязи!» «Конечно, нет, но, по-моему, необходимо запретить ему ходить за белую изгородь. Таким образом, она отвела нам загон в триста квадратных метров. «Вы не согласны, Жак!» «Это вы заставила отца уступить!» Он ответил ей тем же «вы», что, однако, означало у него не гнев, а усталость. «О, делайте как! Находите нужным, дорогая!» «Мама, дайте мне, пожалуйста, хлеба!» просюсюкал по-английски «кропет» среди наступившей тишины. Тогда матушка благосклонно протянула кропету его любимую горбушку. Мадемуазель Леон пришлось уехать чуть ли не тайком, словно воровки. Нам не позволили с ней даже проститься, а на следующий день после ее отъезда мы получили разрешение чистить дорожки в парке. Вместо того, чтобы тратить силы на глупые игры, вы будете развлекаться теперь полезным трудом. Пусть кропет собирает мусор граблями, а Фредди и Жан будут работать скрипком. Чистка аллей обратилась для нас в обязательную повинность, длившуюся долгие годы. Постепенно мы привыкли, но вначале были уязвлены до глубины души. Удивленные взгляды фермеров, их насмешливые улыбки были просто невыносимы. Мадлен из ревняков увидел нас, возвращаясь из школы, и глазам своим не поверила. — Вот оно как! Сами, господа, дорожки и тропки у себя в саду чистят. — Мы же для удовольствия. — Разве не видишь? — храбро отпарировал Фредди. — И впрямь удовольствие. Для того, чтобы оно было еще полнее, мадам Ризо усаживалась в десяти шагах от нас на складном стуле, она, вероятно, краем уха, слышала о стахановском движении. Ее советы о наилучших способах выдергивать из земли одуванчики и наиболее эффективном методе орудования скребком подкреплялись затрещенными. Затем мы постигли искусство подстегать бордюр. Воздадим должное терпение мадам Ризо. Хоть она частенько дрожала на холодном ветру, но героически упорствовала в своих мелочных представлениях. А затем новое изобретение мадам Ризо — деревянные башмаки. Глинистая почва в кране губительна для кожаной обуви. При бабушке мы носили летом кожаные башмаки с деревянными подошвами, а зимой — резиновые и теплые сапушки. Но мадам Ризо не пожелала тратиться на такую обувь и объявила ее вредной для здоровья. У вас перепреют все носки. Папа сопротивлялся несколько недель. Ему неприятно было видеть, как его сыновей превращают в маленьких крепостных. Это нововведение наносило удар его понятиям о чести. Но, как всегда, он уступил. Нам пришлось щеголять в сабо, которое мадам Ризо заказала у деревенского башмачника. И хоть бы такого образца, какие носят фермерши, относительно легкие и обтянутые кожей, а то здоровенные, грубые сабо для работы в поле выдолблены из цельного куска бука и подбитые в шахматном порядке железными гвоздями. Пудовые башмыки, издалека извещавшие о нашем приближении. Марселю, как хрупкому ребенку, разрешалось надевать сабо на толстые носки. А для меня и Фредди считалось достаточным положить в башмаки соломы. Через несколько дней был произведен повальный обыск в наших спальнях и в наших карманах. Последовало запрещение держать при себе больше четырех франков. Эти деньги нам полагалось класть на тарелочку в церкви. Разумеется, мы никогда не получали ни гроша от родителей, но дядюшки и тетушки раздавили нам несколько монет. Установленная бабушкой премия в два франка за хорошее поведение уже давно была отменена. Оставалось лишь рассчитывать на щедроты господ Плювиньеков. Произведя реквизицию наших капиталов, Маша отобрала у нас также и все ценные вещи, серебряные бокальчики, подаренные на крестины, золотые цепочки с образками, авторучки, привезенные нам протонотарием, булавки для галстуков. Все исчезло в шкатулке для драгоценностей, которая хранилась в большом английском шифоньере, заменявшем мадам Резосеев. Обратно мы свои сокровища так и не получили. Кроме того, во все, даже самые безобидные шкафы были врезаны замки. Связка ключей, снабженных ярлычками, висела в пресловутом шифоньере, о котором я упомянул. Он представлял собой святая святых нашего хвалебного. Главный ключ, защищавший все остальные ключ от английского шифоньера, хозяйка дома всегда держала у себя за пазухой. И Фредди придумал название такой политики «ключемания». К этому времени относится и мое увлечение излюбленным Людовиком Шестнадцатым слесарным ремеслом. Моя страсть к изготовлению отмычек. Утащив несколько старых ключей, я припрятал их для начала под плиткой пола в своей комнате и тайком с переменным успехом обтачивал их, чтобы отпирать кое-какие шкафы. Вначале просто из бахвальства мы еще не дошли до домашнего воровства, но бодро вступали на этот путь. Нам уже было голодно, нам уже становилось холодно, и мы с жадностью смотрели на приоткрытые дверцы шкафов, когда мать скопидомка доставала оттуда белье или что-нибудь съестное. Мы выходили из себя, слыша, как она подзывает нашего китайского братца. «Иди сюда, кропец, целую неделю ты вел себя прилично, получай-ка». Обычно в награду выдавался какой-нибудь засохший пряник. Скупердяйка не любила тратиться. Но это неслыханное привилегие усугубляло самодовольство кропета, укрепляло его слащавую покорность, побуждало наушничать матери о наших мелких провинностях. Кроме того, пряники были украдены у нас, мы хорошо это знали. Пряники присылала нам прабабушка Плюиньек из Дижона, где она в течение трех-четвертей века постепенно угасала в среде местной буржуазии, так и не пожелав познакомиться с нами. В самом деле, нам уже было голодно, но нам уже было и холодно. Физически, а главное душевно. Да простят мне это выражение, те, для кого оно имеет смысл. Стоило мадам Резо взять в свои руки бразды правления, и через год мы уже потеряли всякую веру в справедливость наших близких. Бабушка протонотарий, гувернантка, иной раз казались нам слишком строгими, но несправедливыми никогда. Мы ни разу не усомнились в полной обоснованности установленных ими правил, если даже и старались при этом схитрить. За несколько месяцев мадам Резо удалось полностью уничтожить наше доверие ко взрослым. Детские души подобны зеркалу, им необходима амальгама уважения к взрослым. Самая продуманная система воспитания, придется употреблять эти громкие слова, кажется ребенку шаткой, если она не затрагивает в нем чувство сынов непочтительности, но говорить о таких чувствах в нашем хвалебном сущее издевательство. Вот почему эта пока еще холодная трагедия приняла комический оттенок, когда матери вздумала стать нашим духовником. Два раза в неделю отец устраивал для нас в часов нечтение душеспасительных книг. И вот однажды перед мадам Резео открылись новые горизонты. В наши дни существует исповедь только с глазу на глаз со священником, но первые христиане исповедовались в своих грехах всенародно. В некоторых монашеских орденах этот обычай сохранился и поныне, и монахи и же вечерне каются перед всеми братьями в своих грехах. Какая замечательная уловка, чтобы ворваться с сапожищами в сокровенный мир наших прегрешений, больших и малых. На следующий вечер за ужином, когда уже была съедена неизменная красная фасоль и подали деревенский сыр, мать опустила глаза и лицо ее стало вдохновенным. простирая руки, словно призывая нас к молитве и отбросив обязательный из-за трапезы язык еретиков, обитающих по ту сторону ла-манши, эта святая женщина отважилась произнести слова, которые до миллиграмма взвесила на ангельских весах. «Жак, я много думала над той книгой, которую вы нам читали вчера. Я хочу сделать предложение. Конечно, оно могло бы показаться странным в любой семье, кроме нашей, но, слава Богу, мы-то можем только посмеяться над вольнодумцами и атеистами. Недаром же мы принадлежим к славному роду, который дал столько защитников веры, духовных писателей, священников и монахиней. А что мы сделали, чтобы стать достойными такой чести? Необходимо, чтобы наши дети получили возвышенное воспитание, поднялись бы на вершины веры. Пауза. Отец и глазом не моргнул. Этот патетический язык был ему привычен. Святость, наследственное достояние Резо. Вера нашего отца не отличалась той силой, что движет горами, зато была тяжеловесной и громоздкой, как Монблан. Натренировать детей в мистическом альпинизме было для него весьма желательным. К чему ты клонишь, друг мой? Я хочу ввести ежедневные семейные исповеди. Я слышала, что керводеков это уже давным-давно делается. Непоколебимый аргумент. Во всей округе одни лишь керводеки могли соперничать в святости с семейством Резо. Ведь керводеки дали Франции кардинала. Папа все еще колебался. Мать принялась за нашего наставника. Вы, конечно, согласны со мной, отец Трюбель? По обязанности гувернера ему полагалось соглашаться с хозяевами. Он, однако, ограничился легким кивком головы. Хорошо, сказал заключением Сьеррезо. Еще никогда это расплывчатое наречие не казалось мне столь фальшивым. Через час после вечерней молитвы произошел наш первый моральный стептизм, до сих пор вспоминая о нем сокращением. Каюсь в том, сказал Марсель, что нынче после перемены я не перекрестился, когда сел готовить уроки, а еще я сказал Финину и убирайся. Потому что она не дала мне второй тортинки с вареньем, а еще я подставил ножку Фердинану за то, что он утащил мне книгу пятнадцатилетний капитан и не хотел отдавать. «Какая восхитительная откровенность!» торжественно возгласила мать. «Идите с миром, Марсель!» добавила она, подчеркивая своим обращением на вы, что находится при исполнении самых своих высоких обязанностей. «Идите с миром, Господь Бог, а также ваш отец и я. Прощаем вас!» Что касается меня, то я молчал. Я немел от этого публичного саморазоблачения. «Отчего вы медлите?» «Что вы желаете скрыть, сын мой?» «Я понятно совершал грехи, только я уже не помню об них». «Только я уже не помню их!» поправил отец Трюбель. «Ну что ж, помочь вам?» Сухо сказала мадам Рейзо. «Все, что угодно, только не это. Я в отчаянии пробарабанил весь перечень грехов, упомянутых в покаянной молитве. Нетерпение, чревоугодие, Господи, поди согрешил нас, чревоугодием, леность и гордыня, весь список, который благодушно выслушивал по субботам на исповеди наш приходский священник вследов. «Уточните, милый мой!» потребовала мать. «Не лучше ли сегодня на этом кончить?» предложил отец Трюбель, за что я благодарен ему навеки вечные. Фредди, в свою очередь, опустился на колени. «Я сегодня хорошо себя вел», объявил он. Отец Трюбель даже обещал подарить мне львиный коготь. У меня два балла выше среднего. «Гордец!» возопила мать. «А кто утащил книгу у младшего брата?» «На неделю лишаю вас право читать книги». «Мадам Резо, напомнил отец Трюбель, вы забыли о тайне исповеди». «Вот именно исповеди, исповеди, ведь он же ни в чем не признался, пусть зарубит себе на носу, что ему нет никакой выгоды скрывать свои грехи, а когда поймет хорошенько, это будет откровение». «Марсель тоже прекрасно это понял, теперь его ежевечерние доносы матери стали излишними. С самым невинным видом он под маской покаяния мог каждый вечер при желании всадить нам в спину нож». Фредди, страстный любитель чтения, был вне себя. «Психичка Кикимора!» твердил он, раздеваясь на ночь, выкрикивая эти бранные слова так громко, что они, наверное, слышны были за стеной. И вдруг сократив эту энергическую ругань, он по-своему окрестил нашу мать. «Психимора! Боганая Психимора!» «Отныне мы называли ее только этим именем». Перо принюхивался, слюнил большой палец, чтобы определить направление ветра словом, браконьерствовал в пользу хозяина. Отец Трюбель, хоть и без ружья, имел весьма воинственный вид и бодро шагал, заткнув за пояс полосутаны, так что видны были его короткие штаны серого вельвета. Папа держал двустолку под мышкой, а через левое плечо у него был перекинут на ремешке разъемный сачок. Мы с Фредди и с Крапеттен колотили по кустам живое изграде палками, вырезанными в каштановой рощи. Восторг! Безобразный углюдок, помесь деревянской шавки из паниеля бегал, а вокруг нас потряхивая длинными ушами, в которые впили с белесой клещи. А вдруг он бросился в кустыни. Зевай! крикнул перо. Первый заяц классическим прыжком выскочил из зеленых зарослей и помчался к пополю, надеясь укрыться за кочанами капусты. Но охотник спокойно целился и, пропустив его на положенное расстояние, нажал курок. Глянул выстрел, заяц перекувырнулся четыре раза в воздухе и пал бездыхальным между двух кустиков сурепки. Фредди кинулся его поднимать. Восторг прекрасно делал стойку, но плохо приносил дичь. Мси Резо зарядил седьмым номером правый ствол своего старого дамасского ружья с узорной насечкой и важно сказал «Когда заяц выскочит у тебя из-под ног, стреляй не сразу выжди и целься между ушами». Приняв добычу из рук моего брата, триумфатор уверенно нажал большим пальцем на живот убитого заяца, чтобы спустить у него мочу. Машинально он принялся насвистывать знаменитую песенку «Я просил Марго малютку дать мне прятку волосков, дать мне прятку волосков, чтобы связать пару лосков». Но тут же он вспомнил о присутствии лица духовного звания «Прошу прощения, господин Аббат, охотники дело известное». «А вот я другого не понимаю, как вы ухитряете стрелять из этого старого громобоя, который не пригоден для бездым на упорах и дымит как паровоз». Отец долго смотрел на свою двустволку и вздохнул, сказал, привык к нему. По правде сказать, я хотел было купить себе ружье по руке у Гастин Ренетта, но жена сочла это лишний тратой, а сама довольна, когда я приношу домой дичь. Разумеется, от зайчатины у нас даже бывало расстройство желудка. Нет ничего отвратительнее рагу из зайца, когда оно становится ежедневной пищей, как хлеб насущной. Однако же охотничий сезон был нам очень дорог. Психимора никогда не отваживалась принимать участие в наших экспедициях. Она слишком боялась за свои чулки, хотя с некоторых пор носила уже не шелковые, а нитиные. Сколько она не изобретала предлогов, чтобы не пускать детей на охоту, ей не удавалось лишить нас этого удовольствия. Отцу нужны были загонщики. В те дни мы, вероятно, представляли собой незабываемое зрелище. Так как в Крамском крае почти вся земля принадлежит помещикам, там сохранилось много дичи. К сожалению, пух преобладает над пером, ибо куропатки почти перевелись. Они отравлялись мышьяковым меселом, которым защищали картофельные поля от колорадского жука. Коростели, вя, хири, горлицы, кишняки шили в лесных угодьях. Из кустов живой изгороди то и дело выпрыгивали кролики, но раз можно было увидеть, как вдали трусит рысцой леса, поджимая хвост и так съежившись, что только наметанный глаз мог отличить ее от больших деревенских котов, истребителей, цыплят и птиц. В наказание убийцам отец за сто метров от наших амбаров уничтожал всех котов без различия. Мы уже набили дичью и дыши, на глазах вздувался отцовский заплечный мешок, куда попали заяц, семь кроликов, две серые, две белые куропатки, коростель, четыре вяхеря, да еще поймано было пять каких-то необыкновенных жуков. В шесть часов вечера, если верить колокольню вследу, когда мы двинулись в обратный путь, дорогу у шуанского креста быстро перебежала лиса. Ружье висело у отца за спиной, он едва успел его снять и выстрелил наугад в гущу живой изгороди, куда юркнула лиса. Мы извлекли ее оттуда мертвой. Да чего же вы метко стреляете, воскликнул преподобный отец Трюбелли. Предоставляю вашей фантазии нарисовать картину победоносного возвращения охотников. Мы с Фредди шли впереди и тащили лису, подвесив ее за лапы к толстой палке, как негры носят убитого льва. Так советовал нам отец. Перо следовал за нами по пятам и держав в каждой руке за уши двух самых крупных кроликов, раскачивал сию добычу на зедание окрестному населению. Шествие замыкал отец с рассеянным небрежным видом, как и подобает триумфатору. Широкие сборчатые короткие штаны с разрезами, как на дамских панталонах прежних времен, немного сползли, а расстегнутый патронтаж болтался на животе. Отец насвистывал последний куплет своей любимой песенки. Ой, вылезли все волосочки, не видать уж мне носочков, и малюточка моргой далеко уже не то. В таком виде мы явились в хвалебное, четверкратно осенив себя по дороге к крестным знаменем. Первый раз, когда проходили мимо каменного распятия, второй раз около статуи святого Иосифа под большим дубом, в третий раз перед святым Авантюреном возле Филиппова колодца, а последний раз, когда огибали часовню. Но наши восторги остыли и рухнули окончательно, когда мы увидели на нижней ступеньке крыльца мадам Резо, суровую, застывшую как статуя, воплощенное негодование. Вы что же не слышали колокола? Какого колокола? Самым невинным видом спросил отец. Мадам Резо пожала плечами. Во всей округе есть только один колокол, наш. Я уже три раза велел звонить во всю мочь. К вам приехал граф Саляду. Вы знаете, зачем речь идет о посте муниципального советника, которая принадлежит вам по праву. Но я не хочу, крикнул все разом. Вы же прекрасно знаете, что я не хочу. Ну, это уже другой вопрос. Но я не могу себе представить, чтобы никто из вас не слышал колокола. Мы были далеко за орлиным логом. Дерзнул вмешаться я. А тебя, мои милые, не спрашивают. Я уверен, что вы нарочно старались отвлечь внимание отца. В следующий раз ты не пойдешь на охоту. Но тут произошло из ряда вон выходящее событие. Великий охотник встал перед своей супругой и зарычал громовым голосом, так, что на шее у него вздулись живы. Хватит боль. Оставь нас в покое. Что вы сказали? Психимора осколбенела. Но отец уже себя не помнил. Этот флегматик даже побагровел от возмущения. Я сказал, чтобы ты мне не надоедала. Оставь детей в покое и убирайся к себе в комнату. Мы возликовали. Однако именно сама резкость этих слов, необычная для столь слабого существа и так приятно ласкавшая наш слух, все испортила. Психимора знала свое дело. Она не пошелых нулась, застыв в благородной позе оскорбленного достоинства. Жак, дорогой мой, разве можно так распускаться? Да еще при детях. Ты, вероятно, болен. Месье Рездо уже раскаялся в своей вспышке. Желая спасти положение, он сердито приказал отнесите дичь на кухню. Я пойду переоденусь. Он дал отбой, словно незадачливый полководец, не сумевший закрепить кратковременную победу. Психимора осталась хозяйка положения, но у нее хватило так-то отсрочить свою месть. Перо. Что это за странный зверь? Лиса, хозяюшка, да еще красная. Не очень-то она велика. Уязвленный перо взметнул на хозяйку свердитый взгляд. А все-таки вратник вам выйдет неплохой хозяюшка. В глазах психиморы мелькнул проблеск корысти, однако поблагодарить кого-либо за что-либо она была не в силах. Уже несколько месяцев она искала предлога выгнать перо. Своего садовника и полевого сторожа решив возложить его обязанности на Бербелевьяна. И действительно перо был вскоре уволен. Ну, довольны, дети, сказала она безстрастным тоном. Идите мыть руки. Однако это оказалось уловкой и хотелось избавиться от свидетелей. Вплоть до лестничной площадки она кое-как еще сдерживалась. Но тут уж на нас обрушилось все разом тумаки, пинки, ругань. Первым попался ей под руку кропет. И разъярившись, она не пощадила даже своего любимчика. он хныкал, приковая руками голову. Мамочка, я же здесь ни при чем. Вот мерзавец еще мамочка ее называет. Психимура выпустила кропета и набросилась на нас. Заметьте, обычно она никогда не била нас, не объяснив причину побоев. Но в тот вечер ей было не до объяснений. Она просто схватила с нами счеты. Фредди не сопротивлялся. Он умел каким-то особым приемом изнурять палача, ловко увертываясь от ударов так, что они лишь слегка задевали цель. Зато я впервые дал психим и отпор, стукнув ее несколько раз каблуком по ногам и трижды ударил локтем в грудь, не вскормившую меня. Разумеется, я дорого поплатился за подобную дерзость, оставив в покое моих братьев, укрывшихся под столом. Она приняла за меня и молча лупила минут пятнадцать, пока не выбилась из сил. Я вернулся к себе в комнату весь в синяках, но не пролил ни одной слезинки, как бы не так. Чувство гордости столицы вознаграждало меня за перенесенное сезание. За ужином папа не мог не заметить следов побоища. Он нахмылил брови, слегка покраснел, но трусость взяла верх, раз ребенок не жалуется, зачем поднимать шум. У него хватило мужества лишь на то, чтобы мне улыбнуться. Стиснув зубы, я пристально посмотрел ему прямо в лицо жестким взглядом. Он первый опустил глаза. А когда поднял их, я ответил ему улыбкой, и у него дрогнули усы. Дождь со снегом, гонимый мощными ударами ветра, непрестанно стегал кране с не меньшим упорством, чем психимора, истязавшая нас. За окнами все заделенело, речка Омэ разлилась и затопила на лугах кузнечиков. Вот уже два года, подумайте, только два года, мы жили в позорном лицемерии, в рубище, без надежд и без волос, остриженных наголо. Вот уже два года преподобный отец Трюбель, щеголявший львинови когтями, дымя трубкой, набитый крепким табаком, обучал нас латыни и греческому. Вопреки своему собственному предсказанию, он прижился в доме. Мамаша держала его в сторону, несмотря на слабые педагогические способности святого отца и чрезмерное тяготение к крестьянским девушкам. Платили ему мало, обращались с ним бесцеремонно. При всех распрях он, подобно Понтию Пилату, умывал руки и предоставлял нашей властительнице полную свободу действий. Была, однако, и темная сторона в его спокойном житье-бытие. Обладая тонким обонянием, он с отвращением вдыхал дурной запах, исходивший от наших носков, которые мы меняли только раз в полтора месяца. Опять этого своняя к дневой картошке, ворчал он. Но к всему приходит конец. В марте месяцем годовщина убийства Юлия Цезаря, когда аббат Трюбель невнятно читал нам отрывок из учебника латинского языка, где давался краткий курс римской истории, в классную комнату неожиданно ворвался наш отец со взъерошенными усами. Аббат надменно произнес он, мне надо с вами поговорить. Пройдемте в другую комнату. Немедленно три уха прильнули к двери. Пошла драчка, ликовал Фредди. И действительно драчка пошла. Аббат кричал Мсер Изо. Это уже слишком. Вы позорите свой сан. Только что ко мне приходила тетушка Мелания из Ивняков. Вы, оказывается, пристаете к ее старшей дочери. Теперь я начинаю догадываться, по какой причине вы были вынуждены покинуть монастырь. Я лишаю вас права воспитывать моих детей. Пока в этом объяснении еще не хватало комической нотки. Я даже подозреваю, что вы были лишены страна, а следовательно отправляемые вами службы недействительные по различному хохоту отца Трюбеля. Мы догадались, что он наконец сбросил в себя маску. От этого гомерического хохота наверняка пообрывались мелкие пуговицы его сутаны и запрыгали на животе львиные когти, подвешенные в часовой цепочке в виде брелоков. Наконец раскаты смеха стихли, и мы услышали прекрасным все. С удовольствием покину этот сумасшедший дом. Меня уже тошнит от ваших бобов и от смрадных носков ваших деток, этих вонючих звернышей. Оставайтесь под ферулой психиморы. Ах, вы не знаете, какое прозвище ваши сыновья отдали, вторично раздалось грозное речание отца. Заткнитесь и убирайтесь к дьяволу. Сейчас велю запрячь лошадь, и вы немедленно уедете. Из комнаты аббата Трюбэя стремительно выбежал отец, весь багровый от гнева. Внезапно распахнувшаяся дверь прокинула нас навзничь, но Мсер Изо пробежал через комнату, даже не заметив, что мы упали. Аббат уехал тотчас же. Мне врезалось в память, как он садился в старую коляску, пропавшую кожей и конским навозом. Ее в скором времени заменили маловитражным ситроэном. На прощение Трюбэя однако успел сунуть мне в руку львиный коготь и доверительно шепнуть на ухо, неожиданно перейдя на ты. Бери, дружок, один лишь ты достоин такого подарка. Изгнанного аббата Трюбэя заменил другой аббат, но нам, детям, пришлось расплачиваться за разбитые горшки. Психимора по-прежнему считала нас ответственными за все неприятности, возникшие в доме. А в те дни для обитателя и хвалебного началась полоса неудач. Едва утих скандал с увольнением наставников Белой Сутани, как началась расприя из-за бельевых шкафов. Самая бедная из наших теток, мадам Тодюрж, осмелилась потребовать для себя нормандский шкаф из маленькой столовой и в добавлении к нему две пары простынь. Неслыханные претензии у двух десятков шкафов, украшавших наш замок, заскрепили от негодования дверцы. Устами возмущенной мадам Резо пятьдесят пар простынь заявили, что они никогда не покидали и не покинут хвалебное. Никому ей в голову не приходило подвергнуть пересмотру справедливый раздел, по которому все добро перешло к мсье Резо, нашему отцу, благодаря добровольному отказу от наследства остальных членов семьи. Таким образом, свято соблюдалась традиция, позволявшая при каждой смене поколений сохранить поместье целым и невредимым. Документ подписали Габриэль, Баронесса Сельдозель, Тереза, графиня Бартулами, брата Натарий, сестра Мария из монастыря Святой Анны Орейской, сестра Мария из монастыря Визит Тандинок, сестра Мария из монастыря уже не помню какого святого, три последние невесты Христовой, правда, и без них у Христа невест было, хоть и добавляй, подписала документы мадам Торюш, сдуру вышедшая замуж за бедняка, оставшаяся вдовой после этого бедняка и сохранившая ему верность. Что же теперь требует эта нищенка? А Психим уже просто задыхалась от неголевания. Мсье Резо колебался. Но он был человек честный, для успокоения совести, он в великой тайне отказался в пользу сестры от авторских прав, унаследованных от матери. В несказанной радости психиморы шкафы остались на месте, но осторожности ради кое-какие пустые шкафы решено было превратить в уборные. Инцидент был исчерпан. Но вслед за тем вдруг начался непонятный падеж лошадей. И так полоса неудач продолжалась. Лошади не давали никаких объяснений своим внезапным смертям. Сап, как утверждал Коновал, он же ветеринар, психимора недоверчиво пожимала плечами. Она знала, где собака зарыта. Прямо она не обвиняла сыновей в отравлении конского поголовья, но установила за ними слежку. Долгие недели производила дознание, клеветала, чернила, надеясь найти улики, хотя бы подобие улик, которые позволили бы ей отправить виновников в исправительный дом, что было мечтой ее жизни, напрасный труд. Мы были ни в чем не повинны и держались на стороже. Мсье Резо заменил лошадей автомобилем. Жизнь в нашем доме полное благочестия и вероломства снова пошла своим чередом. Мы росли туго. Мы как будто не смели увеличиться в росте. Психимора измеряла его каждые три месяца, пользуясь для этого, можно сказать, исторической планкой, на которой рост всех отпрысков Резо отмечался карандашной чертой с указанием имени и даты измерения, но тщетно. Вероятно, мы нашли трюк, противоположный изобретению новобранцев Наполеоновской гвардии, которые засовывали в носки колоду карт, желая достигнуть требуемого роста. Держись, премьи, Рохля, но рост у Рохля не прибавлялся ни на один сантиметр. Нет, одно единственное росло у нас, некое чувство, которое невозможно было измерить, но которое заняло бы многие километры на карте страны противонежности, ежели бы существовала такая страна. С этой точки зрения нас можно было бы считать гигантами. Психимора, я помню, я буду помнить всю жизнь, почему на всех платанах мы вырезали такие страны буквы МП. Эти почти регулярные знаки украшали все деревья в парке, дубы, топли, ясени, все породы деревьев, кроме моего любимого Тиса. МП, МП, это значило месть психи моря. Вот что вырезали мы на коре деревьев и осенью на корках созревающих тыкв и на стенах башенок, сложенных из белого песчаника, на котором легко выцарапывать перочинным ножом все, что угодно. Мы писали даже на полях тетрадей. Нет, милая мамочка, мы писали это вовсе не для того, чтобы запомнить какое-нибудь спряжение, в чем вас иногда уверяли. Спряжение глаголов. глаголов. Нет, нет, милая мамочка, из всех существующих в мире глаголов мы тверже всего знали глагол ненавидеть и без ошибки спрягали его во всех временах. Я тебя ненавижу, ты меня ненавидишь, он ее ненавидит, мы будем друг друга ненавидеть, они друг друга ненавидели. МП, МП, МП. А перестрелка взгляда, помнишь психимора эту перестрелку? Я обстреливал ее четыре минуты, хвастался Фредди. Несчастный Рохля, где уж тебе под слеповатым увести обстрел? Если уж кто обстреливал тебя психимора, то именно я могу похвалиться. Помнишь про это? Ой, извини, ты помнишь об этом, ты ведь постоянно твердила не люблю косых взглядов. Смотрите мне прямо в лицо, я сумею прочесть ваши мысли. Таким образом ты сама вовлекала нас в игру и уже не могла от нее уклониться. Да, такие дуэли тебе самой нравились, дружайшая мамочка. Удобная минута наступала за обедом, проходившим в полном молчании. Сижу смирно, поди, придерись ко мне, сижу смирно, сложив руки на стол, не прислоняясь к спинке стула, словом, держу себя безупречно, не допуская ни малейшей погрешности в поведении. Я могу смотреть на тебя, психимора, в упор, это мое право, я смотрю на тебя, смотрю с лютой ненавистью, только и делаю, что смотрю на тебя, а про себя говорю с тобой, я говорю, а ты меня не слышишь, а я говорю, психимора, посмотри же на меня, психимора, я же с тобой разговариваю, и вот это ваш взгляд от тарелки с лапшой, твой взгляд поднимается словно змея, нерешительно покачивается, стараясь обнаружить слабое место, но слабого места нет, нет, психимора, тебе не ужалить меня, с гадюками я уже встречался, и плевать мне на гадюк, однажды ты сама сказала при мне, что еще совсем маленьким я удушил змею, он мог погибнуть по вине бабушке ужасно недосмотра прошипела ты, он спасся по великой милости Господней, но сказала таким тоном, словно упрекала Господа Бога за эту великую милость, но вот твой взгляд впился в мои глаза, и ты вступила в поединок, по-прежнему я молчу, я держу себя поймальчиком, и с величайшим наслаждением дразню тебя, я разговариваю с тобой, психимора, ты меня слышишь? Да, конечно слышишь, так вот я тебе скажу, ты уродина, уродина, волосы у тебя сухие, подбородок противный, уши торчат, ты, мамаша, уродина, ох и уродина, если бы ты знала, как я тебя не люблю, я говорю это так же искренне, как Химяна говорит Сиду, иди, тебя я ненавидеть не могу, мы как раз изучали корнелевские характеры, я не люблю тебя, я мог бы сказать ненавижу, но это менее сильно, о, злобствуй, злобствуй сколько угодно, смотри на меня жестким взглядом своих зеленых, ядовитых, серо-зеленых глаз, я не опущу я не опущу, во-первых, тебе это неприятно, во-вторых, Рохля смотрит на меня с восхищением, он ведь знает, что я стремлюсь побить рекорд в семь минут двадцать три секунды, установленные мной в прошлый раз, и он незаметно контролирует меня под твоим собственным ручным часиком, сегодня я прикончу тебя взглядом, этот лицемер кропет тоже следит за мной, пусть знает, что я его не боюсь, пусть сам боится меня, и пусть хорошенько подумает о тех неприятностях, какие я могу ему причинить, я уже не раз при случае щипал его за зад, а скоро у меня хватит сил хорошенько избить его мерзкую харю, как выражается Жан Барбелевьян, Жан его терпеть не может, да и никто его не любит, даже ты, мамаша, хотя и приучаешь его доносить на нас, так что видишь психимора, у меня есть сотни причин выдержать испытания и не моргнув глазом смотреть на тебя в упор, ты видишь, я сижу спокойно, как раз напротив тебя устремил взгляд в твои змеиные глаза, взгляд мой словно протянутая рука, которая потихоньку сжимает, сжимает гадюку до тех пор, пока та не сдохнет. Увы, простое обман зрения, это я только так говорю, ты не сдохнешь, ты еще долго будешь шипеть, но ничего, ничего, Фредди, незаметно постукивая ногтем по столу, уведомляет меня, что я побил свой недавний рекорд. Что я обстреливал взглядом психимору больше восьми минут. Вот так, восемь минут. Психимора, восемь минут, а я все еще смотрю на тебя, ох, психимора, сокровище мое, взглядом я оплю тебя, я плюю тебе в глаза, плюю в лицо, плюю. Фредди, перестань стучать по-дурацки ногтями. Кончено. Я победил. ты нашла предлог отвернуться от меня. Будущего наследника ты наказываешь, ты чешу его вилкой в руку, а затем, метнув на меня злобный взгляд из-под коротких ресниц, ты как будто говоришь, погоди, идиот, я тебя отплачу при первом же подходящем случае. На моих губах мелькает едва уловимая улыбка, заметная только тебе, психи, Мора. И ты мстишь. Ты снова вонзаешь вилку в руку Фредди в самое чувствительное место между косточками, по которым перечисляют месяцы года. Вонзаешь с такой силой, что на руке выступают четыре капельки крови. Теперь уж Фредди бросает на меня косой взгляд. Папа слабо протестует. Сколько раз я тебе говорил, Поль, бери членком вилки. В добродетельном негодовании аббат молча опускает глаза. Этот очередной наставник тоже у нас не заживется. Ему не по душе порядки в нашем доме. постучка, я остановлюсь рассеянным. Я забыл рассказать об этом аббате номер четыре. Да-да, четыре. Вот уже два наставника, нанятые после отца Тюбеля, не смогли приноровиться к слишком суровой системе воспитания, выражение сильно смягченное, как и подобает духовным лицам. Оба они сбежали под благовидными предлогами. Один сослался на болезнь матери, а другой на свои собственные недуги. Четвертым оказался молодой семинарист, нанявшийся к нам на летние каникулы. Поначалу он взялся за дело с энтузиазмом. Подумать только, он попал в тот самый дом, где родился великий защитник церкви. Но, думается, мне наша святость показалась ему слишком угрюмой, и он, с сожалению, вспоминал о семинарии, где воспитанники прохаживались по двору между долгополых сутан, шестерками, первая шестерка шла как положено, а вторая, повернувшись спиной к ней, и где он чувствовал себя куда лучше, чем в сырой тени платанов нашего парка. Недолго пробовал у нас этот аббат, я даже позабыл его фамилию. Но почему же, черт возьми, мне так запомнилось кроткое лицо этого новобранца духовного воинства здешней епархии. Ну-ка, ну-ка, припомни, хватай-глотай, припомни. А-а-а! Вот оно, что вспомнил. Но ведь именно этот случайный знакомец испуганно подхватил в свои объятия мадам Резо. Да-а-а! В свои объятия. В тот самый вечер, когда я побил рекорд во время вечерней молитвы. Быть может, припарик был ускорен нервным напряжением, до которого я довел свою бедняжку мать. Если так, то я доволен. Это для меня огромное утешение. Теперь я вспомнил все до малейших подробностей. Внезапно мать побелела как полотно. А как раз в это время отец бодро начал читать Акафист Богородицы. Пресвятая Дева Мария вечная наша предстательница и заступница. А что такое Дева? Рассуждал я про себя. Жан говорит, что Дева это женщина, у которой нет детей. Но эти пресвятые Девы был ребенок. Тут мадам Ризо вдруг встала и обеими руками схватилась за живот. Фредди бросил на меня быстрый взгляд. Заступница наша милостивая, во всех скорбях утешительница, в горестях нас никогда не покидающая, всегда в нем лишь ты молением нашим. Ну уж это сущая чепуха. Сколько раз доверившись этим словам, молил я заступницу, и никогда она ничего не сделала, чтобы смягчить психимру. не спошли нам щедроты твои преснодева. Преснодева — это самое-самое чистое дело. Очевидно, существуют различные категории дев. Ведь говорят же царь царей к стопам твоим припадаю стеная под бремень грехов своих. Боль, что с вами? О, мой отец, ваша супруга стонет, стенает под бременем грехов своих, издает слабые стоны, хотя другие на ее месте вопили бы во всю глотку. Корчится от боли, шатается, и, пытаясь выпрямиться, вдруг всей тяжестью падает на руки семинаристу. Он почтительно подхватывает ее, хотя становится при этом красным, как пион. Папа, разумеется, в панике. Воль, душенька моя, что с тобой? Бат, давайте перенесем ее на кушетку в гостиную. Фина, Фина. О, я забыл, что она глухая. Он бьет себя кулаком в грудь, высший сигнал бедствия. И, глухонемая, Альфонсина наугад хватает кувшин с нашей колодезной, чуточку мутной водой, выливает половину на голову хозяйки, на та лежит неподвижно. Да, черт возьми, дело, серьезно. Нам всем очень интересно, и мы с любопытством вертимся вокруг. Психимора корчится, держась руками за живот, вероятно, у нее приступ печени. Дыхание стало хриплым. Стыдно признаться, но с той минуты, как она начала задыхаться, нам стало легче дышать. Наконец, папа принимает единственно разумное решение, садится в машину и едет в Соледо за доктором Кокором. Тем временем Фина вместе с Бертиной Барбеливьен, за которой успели сбегать, перенесла мать в спальню. Они ее разделили, уложили в постель, а когда врач приехал, она все еще была без сознания. Ну, конечно, это все Китай, сказал доктор, приступ к епатиту. Боюсь, что у нее камни в печени, надо будет сделать рентгеновский снимок, я впрысну морфий. Идите, ложитесь спать, дети, тихонько сказал отец. Я заснул, очень поздно. Я вспоминал смерть бабушки. Как быстро совершилось это несчастье. Бог допустил тогда жестокую ошибку. А что, если он теперь решил ее исправить? О, да будет на то его святая воля. Право, меня бы очень устроило, если бы на то была его святая воля. В доме теперь тихо. В круглое окошечко моей комнаты проникает запах свежего навоза. Бербелевьен возвращается из коровника и в ночной тьме мерцает его фонарь. В моей отяжелевшей голове мерцает последняя кощунственная надежда. Два дня спустя психимор воскресла. Быстрее, чем Иисус Христос. По крайней мере, временно. Больная печень дает иногда такие отсрочки. Психимора отвергла рентгеноскопию, прописанное врачом лекарства, минеральную воду Виши, а главное всякое выражение сочувствия. Желая поберечь жену, отец хотел было отказаться от устройства ежегодного приема. Но она воспротивилась. Вы меня еще не похоронили, заявила она. И прием состоялся. Мадам Резо, становившаяся с каждым годом все скали дни, не так уж любила это дорогостоящие празднества, на которое съезжалось человек двести всеместное знать, начиная от герцогини, снисходительно шествовавшей между группами гостей, кончая аптекарем. Этого уж допускали в последнюю очередь. Потратим шесть тысяч франков и расплатимся за все приглашения разом, заявлял отец, да и положение наше обязывает. Шесть тысяч франков на эти деньги можно было в те времена прилично одевать целую семью в течение двух лет. Шесть тысяч франков почти что десятая часть нашего ежегодного дохода. возникло осложнение при всем своем добрым вернее злом желании психимора не смело запретить нам как прежде появляться на ее рауте. Мы уже настолько выросли, что наше отсутствие не могло оставаться незамеченным. Но у нас не было приличных костюмов. По правде говоря, у нас вообще не было костюмов. мы носили короткие штаны и фуфайки изделия рук нашей финны. В последнюю минуту психимора приобрела один костюм. Я не оговорился, действительно один на троих. Мы, по ее мнению, были почти одинакового роста. Кропят, который пошел в Клювеньяков, рос быстрее, чем старшие братья. Первым наденет костюм Рохля, и час пробудет среди гостей. Вторым нарядится хватая глотая, а через час передаст костюм про пятую. Вот никто и не заметит. Зато получится большая экономия. Помимо того, раз вы боитесь по одиночке, у вас будет меньше соблазна делать глупости, и вы успеете, как в обычные дни, приготовить уроки. А тот час, который вы проведете среди гостей, будет считаться переменой. Такой выход из положения явно не понравился отцу, и он неохотно дал свое согласие. Что касается Аббата, можно обозначить его АБ номер четыре, а для краткой запроса номер четыре, то он оторопел. «Признаюсь, не могу понять, а что за порядки в вашем доме?» Осмелился он сказать нам, «Вы тратите такие большие деньги на пиры, а самим надеть нечего?» «Мы ведь небогатые господин Аббат», ответил я, «а нам нужно поддерживать свой престиж, но тратить на это как можно меньше, что жертвы необходимым ради излишнего? А что вы называете необходимым? Аббат получил должный отпор, обычно вы не так горячо защищаете свой клан? Я всецело разделял его мнение, но мне и в голову не приходило, что он говорит искренне, я считал, что он хочет заманить меня в ловушку, вызвать у меня жалобы, за которые мне жестоко достанется вечером на публичном покаянии. Кропет не раз подкладывал нам такую свинью. «Странные дети!» пробормотал семинарист. Вдруг его осенила догадка. А, понял, понял, вы меня принимаете за недруга, бедный вы мальчик. Не люблю, когда меня жалеют, терпеть не могу хныканье. Номер четыре хотел было погладить меня по голове, но я увернулся быстрее, чем от тумака. Скропет молча слушал наш разговор. Итак, празднество состоялось под предводительством еле живой психимары. Наша часовая перемена оказалась тяжелой повинностью, куда легче было чистить дорожки в парке, и играть четвертым партнером в притч, подбирать теннисные мячи, целовать сухонькие аристократические пальчики вдохствующей графине Соляда или мадам Деккер-Вадек, мчаться вовсю прыть на поиски шофера господина имя Рек, нести шотландский плед нашего двоюродного деда, почтенного академика на минуту, пожаловавшего на празднество. Вот каковы были наши развлечения. Для Фредди, который все-таки перерос меня, и для Кропетта, который все-таки до меня не дорос, наш общий костюм был не по мерке, и оба не выигрывали в нем. А я, будучи, так сказать, на полпути между братьями, казался в этом костюме почти элегантным. Мадам Резо заметила это и мимоходом шепнула мне на ухо, спусти пониже помощи. Я, конечно, и ухом не повел, но она все же поймала меня в пустынном коридоре, когда я пробегал с каким-то поручением и, загнав угол, собственноручно испортила мой наряд. Папа, учтиво беседовавший с месье Ладуром, который прежде торговал кроличьими шкурками, а теперь, увы, стал самым богатым помещиком в наших краях, нашел, что я одет неизящно. А ты что, не видишь, что у тебя брюки собрались с гармошкой? Подтяни помощи. Я повиновался. Но тут возвращался психимора. Я заметил, как она ожимается, идет под руку с месье де Керводеком. Казалось, она твердо держится на ногах. При виде моих брюк ее блядное лицо слегка прозоряло. Мне только что доверили блюда с пирожными, и она придумала хитрую уловку. «Осмотри, не объешься, милый!» А ведь я не съел ни одного пирожного, только угощал гостей. Но месье де Керводек, племянник кардинала, попался на эту удочку. Взяв поэтически у меня из рук блюда с пирожными, этот бородач светским тоном прочел мне лекцию о грехе чревоугодия. В этой нотации, приноровленной к пониманию избалованных детей, то и дело повторяло слово «гадкий». Слащавый выговор меня возмутил. Особенно обидно было мне то, что я выгляжу маленьким мальчиком, которого можно так наставлять. Мне было двенадцать лет, а на век десять зато твердости хватило бы и на четырнадцатилетнего. Психимора, которая чутьем угадывала все, что могло быть мне неприятно, сразу поняла мои переживания. От себя она добавила недоточивым голосом, однако не забыв добавить в мед уксусу. «Ступайте, гадкий мальчик, ступайте к себе в комнату и скажите вашему братцу Марселю, что тетя Сельдозель ждет его, она играет в бэзик, и он будет вести счет ее взятком». Наказание было отсрочено. В желчном пузыре психиморы опять заворочались камни. На этот раз она почувствовала приближение приступа. Не поднимая тревоги, она незаметно покинула парадную гостиную, еще полную народа, и, направившись в ту комнату, где находился шкаф с лекарствами, достала оттуда шприц и ампул с морфием. Час спустя мы нашли ее на постели. У нее еще хватило мужества снять себя и повесить на плечке шитое сей бром платье. Она спала глубоким сном, завернувшись в просторный халат. Меня изумило выражение ее лица. Черты его смягчились. Даже линия подбородка не казалось такой грубой. У гадюки с угасшими глазами, у той гадюки, что лежала мертвая под плотаном, чешуя уже не отливала металлом. Папа, правда, когда мама спит, она сама на себя не похожа. Отец посмотрел на жену и вдруг дал мне удивительный ответ, верно. Без маски она гораздо лучше. И он поцеловал меня. Тревожился он теперь меньше, чем при первом приступе. Для него важнее всего была привычка. Перед любой новизной он оставался безоружным. Но этот, да и последующие приступы печени у психиморы не были угрожающими. Отец, участвовавший в войне 14-го года, вероятно, испытывал страх только в первые дни. Люди такого склада, как он, привыкают ко всему, даже к смерти. А главное, к чужой смерти. Особенно, когда она становится частью той жизни, которой они только и умеют жить. То есть, обыденной жизни. Нет, и на этот раз психимора не умерла. На следующий день она была уже на ногах. Лицо у нее было мертвенно-бледным, но подбородок торчал еще более грозно, чем обычно. Губы, полоткрытые вчера, плотно сжались. Первой ее жертвой оказался аббат. Не знаю, что за разговор произошел у них в библиотеке, но аббат вышел оттуда совсем сконфуженный с красными глазами. Это последнее обстоятельство меня возмутило. Что это за мужчина, который плачет? Я кратко выразил свое мнение. Психимора держится лучше. Да, подтвердил Фредди. Она держится молодцом, смелости у нее хватает. Вчера вечером она сама сделала себе укол. Она, как скорпион, он тоже перед смертью сам себя жалит, заметил Крапет, который, видимо, чувствовал свою вину перед нами и решил к нам подлизаться. Этого еще только не доставало. Восхищаться психиморой? Этак, Бог знает, до чего дойдешь. К счастью, расправа продолжалась. Пришла Фина. Ей тоже намылили голову, выражаясь фигурально, либо в буквальном смысле слова. Это случалось с ней весьма редко. Кажется, она вела крамольные речи на своем финском языке. Беднежка пришла за мной в классную комнату. Она повертела воображаемое обручальное кольцо на пальце, в переводе это означало хозяйка, три раза поманила меня пальцем, в переводе зовет вас. Затем раз десять щелкнула в воздухе пальцами и ткнула себя большим пальцем в грудь в переводе, а что она мне говорила, так мне на это наплевать. Затем последовали уже известные вам знаки в виде быстрых рукоплесканий скорее. Я направился в библиотеку. Мамаша сидела в шезлонге. Именно сидела, а не лежала. Сидела, выпрямившись в струнку, не касаясь мягких подушек, так что ее ноги вместе с напряженной фигурой образовали идеальный прямой угол. Она смирила меня взглядом. Ты вчера, кажется, позволил себя слушаться меня. Я ничего не ответил. Она улыбнулась. Уверяю вас, улыбнулась. В распоряжении психиморы имелась полдюжины различных улыбок. Та улыбка, которой она одарила меня, разлилась по ее лицу, словно сироп по засахаренному каштану. Ну, оставим это. В общем, запомни хорошенько. Если я даю тебе приказание, то даже сам отец не имеет права его отменить. Но я не по этому поводу позвала тебя. Я хочу знать, что именно сказал ваш наставник, ведь он позволил себе говорить обо мне недопустимые вещи. левый глаз у меня задергался. Но я знаю также, что его старания очернить меня в ваших глазах были довольно жалкими. Ваша бабушка и мадемуазель Леон порочили меня гораздо сильнее, чем этот семинарист. Это неверно, мама. Бабушка никогда о вас не говорила. Мадемуазель Леон заставляла нас молиться за вас утром и вечером. Мадам Резо не осмелилась ответить. На это мне плюнуть да растереть, но по безмолвной ассоциации мыслей зашаркала ногой по полу. А что же все-таки сказала, бад? настаивала она. Я вовсе не собирался выдавать семинариста, хотя его уже выдал крапет. Не могло быть и речи о том, чтобы восстановить действительность смысла его слов. Впрочем, этот будущий кюре оказался самым настоящим трусом. И, пожалуй, даже лучше, что его выгонят из хвалебного. «Для таких донесений, мама, у вас есть крапет?» ответил я спокойно. И, как я и ожидал, раздалась звонкая пощечина. Неизбежная пощечина, какая наглость. Мне еще не исполнилось и двенадцати лет, а я посмел ничем не выразить страха. Я только попятился, не прикрывая однако лица, как это обычно делал Рохля, специалист по увертыванию. Мое поведение по-видимому пришлось по душе психимори, из которой вышел бы великолепный жандармский офицер. Лицо я выражал тревогу, но и некоторое уважение. «Селенок у тебя еще маловато, милый мой», сказала она спокойно. «Однако надо признать, что мужества ты не лишен». «Я знаю, ты меня ненавидишь, но я хочу тебе сказать, что из трех сыновей ты больше всех похож на меня. Ну, убирайся отсюда, да поживей». «Не сомневайтесь, стрела пронзила ей грудь у самого сердца. Я даже думаю, что прибегнув к известной дипломатии, я мог бы... Нет, нет, мы уже претерпелись нашей ненависти, как факиры к своему ложу из шипов. Аббата выгнали. Приехал следующий аббат номер пятый по нашей классификации, а по документам Атанас Дюпон. Но он выдержал только неделю и ушел, хлопнул дверью. Прежде чем сесть в поезд узкоколейки, направлявшийся в Анже, Атанас посетил Кюре Летендара, в Солеодор рассказал ему, как ужасно нас воспитывают. Но семья Ризо пользуется большим влиянием в архиепископстве. На ее пожертвования содержатся так называемые свободные школы. Имя Ризо является символом, престиж коего не могут поколебать подобные мелочи. Кюре Летендар, памятуя о своем положении, испугался и не захотел вмешиваться. Атанас уроженец Трилязе Красного предместия Анже Бесстрашный Атанас обратился непосредственно в управление епархией. Там взяли дело в свои руки и направили в хвалебное настоятеля прихода Соляду. Я прекрасно помню, как он приехал к нам. Пунцов от смущения. Помню, как дрожали у него руки. У бедняги начинался тогда дрожательный паралич. Отец встретил его в штыки. С какой стати архиепископ вздумал вмешиваться в мои личные дела? Они совершенно не касаются его преосвященства. Ох, видите ли, последние наставники ваших сыновей принадлежали к духовенству здешней епархии. Его преосвященство недоволен, что вы несколько бесцеремонно уволили их одного за другим. Теперь всем известно, что ваши дети не получают вы еще скажите, что мы их истязаем. Прекрасно, господин Кюре. Я лично поговорил с мансиньором. Настоятель увильнул от этой беседы и заговорил о другом. Управление епархии уполномочило меня передать вам, что необходимо возобновить разрешение на отправление церковных служб в вашей домашней часовне. Отец побледнел как полотно разрешения поставить под вопрос эту почетную привилегию, а может быть даже уничтожить ее? Нет, невозможно. Все слова семейства Резо, которые так мучительно завидовали господа Кирвадеки, чья домашняя часовня не пользовалась подобным преимуществом, зиждилась на разрешении служить в домашней часовне даже воскресным местом. Отец в ужасе всплеснул руками. У моей жены тяжелый характер. Я с этим согласен. Соблаговолить передать его преосвященству мои извинения. Впредь я буду придерживаться установленных правил. Не лучше ли вам отдать сыновей в фляж? Отец воздел руки к небесам. Господин Кюре, имение почти не приносит дохода. Рента после войны, как и у всех, обесценена. Я не имею возможности содержать в пансионе троих сыновей, должен признаться Резо, обеднели. Тем более сделает вам честь ваша великодушная щедрость, протянув заключение священник, делая в слове великодушное удоение на каждой гласной. Иными словами, он взывал к отцовскому кошельку. Отец понял намек, вынул чековую книжку и пожертвовал две тысячи франков на благотворительные учреждения нашей епархии. Таким образом, разрешение на церковные службы в домашней часовне было возобновлено. Для нас пригласили нового наставника. Миссионер из общины непорочной Девы Марии, заболевшей туберкулезом в результате своей последней экспедиции к берегам Атабаски и Маккензи. Отец Батиста Бадебонкер прибыл к нам из Квебека. Для предохранения от заразы мадам Резо ограничилась единственным средством. Отвела чахот отдельный прибор. Впрочем, больной кашлял довольно деликатно, прикрывая рот огромным клетчатым платком, к которому были прикреплены английскими булавками два образка. Трафаретный образец благочестия Он уснащал свою речь привычными церковными штампами. Пресноблаженный Иосиф, высокочтимый Кюре Арский, Пресвятая Дева Мария. Никогда не говорил Бог, но обязательно Господь Бог, не просто Папа Римский, а его святейшество Папа Римский. А в общем славный деревенский парень, который не сумел завоевать нашего доверия, но долго служил для нас источником развлечений. Ему были знакомы все виды спорта, столь необходимые миссионерам в северных краях. Он с одинаковым успехом ловил щук на блесну, лазал по деревьям, вязал шестяные носки, пилил дрова, разводил черенками розы. В латыни он был слабоват. Закаленный суровой канадской жизнью, он считал вполне естественным, что мы носим деревенские сабо, ходим с обритыми головами, обязаны чистить садовые дорожки, приносим публичное покаяние и так далее. Мне всегда казалось, что большущий клетчатый платок, который он так часто разворачивал, скрывал от него значительную долю действительности. Используя маленькие таланты отца Батиста психимора, живо приспособило его к хозяйственным работам, довольно необычным для наставника. Аббат номер шесть попал к нам в благоприятный момент. Приступы печени участились и стали настолько мучительными, что матери пришлось на время ослабить надзор и заключить с нами своего рода молчаливое перемирие. Доктор Коккор советовал прибегнуть к удалению желчного пузыря, но мадам Резо всеми силами старалась избежать операции. Ее ужасала мысль о необходимости отлучиться из дому на два месяца. Что останется от ее владычество к тому времени, когда она вернется. С некоторых пор мы вдруг согласились расти, и наша мать, изменив свое прежнее мнение, с тревогой замечала, что мы становимся все выше. Плечи Фредди были уже на одном уровне с ее собственными плечами. 14 июля 1927 года «Да, так долго продержалась мадам Резо, 14 июля в годовщину про возглашение их республики в день праздника свободы». Она сделала себе три укола, но они не помогли. Большой камень застрял в желчном протоке и не желал проходить. Докор на этот раз решительно настаивал на операции. «У вас, мадам Резо, вместо желчного пузыря мешок с камнями. Надо немедленно сделать операцию, иначе я ни за что не отвечаю». Психимора все еще сопротивлялась. Но приступ длился семь часов, и она капитулировала. Однако перед отъездом в клинику она сочла нужным всенародно пригрозить нам самыми страшными карами, если мы натворим беду и отсутствие. Аббат номер шесть получил строгий наказ. Множество наставлений и заклинаний обрушилось на отца, который, неохотно оторвавшись от своих коллекций, спустился с чердака и был немедленно провозглашен главным наместником королевства. Фина получила необходимые ключи, однако связки остальных по-прежнему висели на внутренней стенке крепко запертого английского шифоньера. На прощение психимора будто клюнула каждого из нас в лоб сухим коротким поцелуем и по обыкновению перекрестила. Отец осенял нас крестным знаменем, мягко касаясь наших лубов большим пальцем. Психимора же царапала ногтем. Наконец, приняв все предосторожности, Мегера мы добавили еще и это прозвище к прежней коллекции ее кличек, кое-как взобралась в санитарную машину и та покатилась по Платановой аллее. Наши многочисленные МП приветствовали ее по пути. Согласно установленному ритуалу, мы отправились кратчайшим путем в ту часть парка, которая шла вдоль шекса, а машина должна была проехать там, чтобы свернуть на анже. По команде мы все замахали платками, добавлю совершенно сухими. Позднее, когда я учился в коллеже, мне порой казалось, что я сижу в пустом классе, хотя кругом шумели мои товарищи, но стоило войти в старшему надзирателю и комната как будто сразу наполнялась людьми. Важно не число обитателей в доме, а их значимость. С отъездом психиморы хвалебное опустело. В угрюмой тишине двери хлопали так гулко, словно кто-то стучал молотком по пустой бочке. Уже не слышно было крикливого голоса, отдававшегося оглушительным эхом, голоса, который созывал свой выводок, чтобы распечь нас, бессовестных детей, якобы нарушивших границы площадки, где им дозволялось играть. Голоса поминутно утверждавшего, хотя мы и не думали противоречить, раз я так говорю, значит, это правда. Голоса перекрывавшего все остальные голоса, даже когда он снижался до шепота, словом, нам не хватало этого голоса, ее голоса, голоса психиморы. Конечно, мы были довольны, но счастьем это не назовешь. Нельзя сразу построить счастье на вековых руинах мучений. Нашу радость омрачало чувство неуверенности. Я вполне понимаю смятение почитателей Молоха и неумолимой Кали. Вдруг лишившихся своих злых богов нам неким было заменить наше божество. Ненависть завладевает людьми еще сильнее, чем любовь. Наместник королевства нервничал, он не любил ответственности, а главное терпеть не мог мелочи жизни. За ужином, видев, что мы держим руки не так, как положено, и откидываемся на спинку стула, он счел необходимым выразить свое неудовольствие. Пользуясь отсутствием матери, вы ведете себя, как обезьяны. Но тут же мс. Резоль забыл о нас. Он всецело был поглощен намазыванием масла на ломтики хлеба, сливочного масла, священнейшего продукта, который лишь для него одного выдавался по полфунта в неделю, ведь отцу требовалось усиленное питание для поддержания сил подорванных ночными бдениями. Занявшись своими бутербродами, старик больше не разжимал жда. Я говорю старик, потому что это слово уже давно вошло в наш лексикон. Но теперь оно было оправдано сидевющими усами отца. Мать мы стали называть старухой лишь десять лет спустя. Этот день 14 июля, который грехом пополам признавался законным торжеством в наших краях, у нас с национальным праздником, скорее считают день канонизации Жанны Д'Арк, закончился великолепным закатом. Коцеливающий солнце вливались в окна, расположенные таким образом, что только в самый длинный день года происходило некое оптическое явление. Последним усилием и всего лишь на несколько секунд кончик милостивого луча касался лучшего украшения столовой, драгоценного гобелена, изображавшего амура и психею. Редкостное событие, и по старой традиции, установившееся еще тогда, когда Резо действительно составляли единую семью, по старой традиции, естественным образом канувшей в прошлое после смерти бабушки, все собравшиеся за столом должны были в эту минуту встать и обменяться друг с другом поцелоем мира. Вдруг отец вспомнил об этом. Он бросал растерянные взгляды то на гобелен, то на пустой стул материи, никто и глазом не моргнул. Отец робко сказал, так что же вы, дети, ведь солнце освещает дамура, тишая, как восклицают англичане на языке, о которых мы совсем позабыли говорить в тот вечер, быстрая перестрелка взглядами, холодное молчание, вот и все. Нет, мы не обменялись поцелоем мира, но наше призрение к нежности стало на мгновение стыдливой нежностью. Отец, несомненно, оторвался в эту минуту от всего житейского. Какие воспоминания воскресли тогда у тебя, отец? Должно быть, возникло перед тобой видение прошлого, когда кругом было столько юных девушек, твоих сестер, их подружек, милых соседок, среди которых была, возможно, избранница твоего сердца. Вот и все. Финна уже убирала со стола грязную посуду, уже закатилось потухло солнце, уже летучие мыши замелькали в воздухе на своих кожаных крыльях, сменив белокрудых ласточек. Публичная исповедь не состоялась в тот вечер. Я заметил, как отец переглянулся с аббатом номер шесть. Когда Марсель встал на колени, наш наставник остановил его. Вы теперь уже большие мальчики и Вам не годится исповедоваться при всех. Иной раз нам может быть неловко от Ваших покаяний. Однако, дети, сохраните привычку каяться в грехах прямо Господу Богу. Я предлагаю соблюдать те же вечерние две минуты молчания, а после этого помолиться о выздоровлении Вашей Матушки. В парке заухала сова. Мне показалось, что это психимора выражает свое возмущение. И вдруг сова, чуть слышно хлопая крыльями, слетела с дерева и исчезла где-то во тьме, пронизанной сердитым кваканьем лягушек в реке Омэ. И отвоевание свободы продолжалось. На следующий же день границы отведенной нам территории были нарушены. Абад Батист сам привел доводы в защиту такого акта. Ваши сыновья должны развивать свою мускулатуру серой зон. Они давно вышли из младенческого возраста. Не в кубики же им играть. Весь парк теперь был в нашем распоряжении. Я ознакомился с окрестностями вплоть до самых далеких ферм. Забытые нашими скребками одуванчики звездочками пестрели на аллеях. Будучи проездом в Сегре, отец купил нам кожаные башмаки на деревянной подошве. В необходимости этой покупки его убедил намеками аббат номер шесть. С разрешения отца нам перестали брить головы. Удивительное дело отец теперь реже страдал мигренями. Он по-прежнему увлекался серфидами и доверил нам свои сочти, наказав ловить всех мух без различия. Я потом сам разберусь, говорил он. Папа сделал даже больше, привлек нас к своим работам по составлению коллекции. Мы удостоились чести орудовать его булавками, лупами, пузырьками с сероуглеродом. Четыре мухи, еще неизвестные антомологам, недавно присланные ищи или папиным корреспондентам в целях определения, получили следующие наименования. Жакоби, Фердинанд, Жоаннис и Марсели Резон. По мнению отца, это было самое убедительное доказательство его нежной любви к сыновьям. По правде сказать, мы предпочитали ловить рыбу с сетью или тянуть бредень, в то время как Аббат направлял лодку, мы с упоением им загоняли рыбу. Я откопал на чердаке старые верши, еще недавно запретные для нас, и каждое утро на рассвете еще до мессы с восторгом вскакивал с кровати и бежал к реке доставать их. Мы редко вытаскивали верши пустыми. Я видел, как бились в них головли, щуки, линии, плотва. Иногда попадались случайные пленники, водяные лужи. Весь улов отдавал Тиной, но крестьяне еще менее разборчивые, чем мы, охотно брали у нас рыбу, а взамен давали мне банки с домашней гусиной тушенкой. Уезжая, психимора забыла оставить нам ключи от шкафа с солениями и вареньями. Что касается матери, она все еще не поправлялась. Удаление желчного пузыря оказалось недостаточно. Хирурги были обеспокоены состоянием больной, организм которой был подорван неслыханной небрежностью к своему здоровью. Вначале она не желала никого видеть, кроме мужа, держу пари, что психимора не хотела показываться нам беспомощной и больной. Наконец, через три месяца она передумала и потребовала, чтобы нас к ней привезли. Отец решил удовлетворить ее желание в два приема. В первую очередь поехали мы с Фредди. Расстояние в 33 километра отделявшее хвалебное от Анже показалось мне ужасно коротким. К этому времени у нас беззаконно отросли волосы и мы в душе беспокоились, как к этому отнесется психимора. Тревога оказалась не напрасной. Едва мы переступили порог палаты, как мать закричала «Жак, вы забыли хаплить. У детей совершенно неприличный вид». Мама тотчас же возразил «Я, папа находит, что мы уже большие и нас неудобно стричь наголо». Психимора и брови не повела. Я нарочно развалился на стуле, надеясь услышать упреки за свое поведение, но упреков не последовало. Мать прекрасно понимала, что горизонтальное положение лишает ее власти величия. Метать громы и молнии в таком положении нет. Ей вовсе не хотелось быть смешной. На бледных губах у нее заиграла одна из ее улыбок светская, и когда отец, взяв в руки шляпу и перчатки, сообщил, что в следующий раз привезет ей крапета, она вежливо возразила «Не нужно, мой друг, я скоро вернусь домой». Слава Богу, она вернулась только через несколько месяцев, но эта угроза сильно нас встревожила. Вечером за ужином отец сидел угрюмый, аббат озабоченный, братья хмурились, а в довершении всего Фредди опрокинул миску с супом. «Вы за последнее время совсем распустились», заорал старик и набросился на хлеб с маслом, теперь он съедал уже по фунту масла в неделю. Однако после вечерней молитвы естественная детская беспечность взяла верх, отец тоже повеселел и даже захотел помастить. Это выражение из нашего семейного жаргона означало прогуляться, пошататься, пошляться. Широкая платановая аллея доходила до дома и, обогнув его, спускалась к реке, через которого был переброшен величественный мост. За мостом аллея уже называлась не платановой, а красной и тянулась до фермы Бертоньерф между двух рядов красных буков. Уже наступили осенние холода. Отец скутался в старую куртку из козьего меха, потертую на локтях и сзади, поднимал воротник и шагал вместе с нами в темноте. Аббат шел позади, перебирая чертки. И вот началась беседа. Не помню теперь, какую тему затронул он серый зов в глазах отца одинаковый смысл. В нем сказывался преподаватель, оставшийся без учеников. Вечерние ораторские упражнения освежали ему мозги. Мзир Изо много читал и, конечно, не романы, а научные труды. Его эрудиция и необыкновенная память давали ему возможность говорить о чем угодно, крутить пластинки из своей дискотеки, как говорил позднее Фредди, некоторые пластинки ставились часто, зато другие самые интересные мы слышали не больше двух раз. Если была хорошая погода и небо ясное, отец любое с звездами пускался в рассуждение о космографии. Сириус, называвшийся в древности Сотис, звезда Бетельгейза, три волхва, Проктима в созвездии Центавра, которую невозможно увидеть невооруженным глазом, хотя она кажется наша самая ближайшая соседка Венера и прочее небесное светило до сих пор стоят у меня перед глазами с такой же будничной непосредственностью, как уханье сов, раздражавшие наши барабанные перепонки. Стоило нам присесть на минуту под раскидистым дубом у колодца святого Филиппа, как отец тотчас сообщал нам, что это дерево принадлежит не к виду такому-то, а к виду такому-то, который не надо смешивать с видом таким-то, дающим мохнатой желуди. Адуванчик, Эдельвей, Стиски, Парис, я перечисляю наобум, все еще носят для меня латинские названия. Намек, историческое имя, брошенное в разговоре, и вот наша мысль направлена к достославному прошлому семейству Резо, нашего Кранского края и Франции в порядке значимости. Долой Мишле, да здравствует Ленотр, фунг Бентоно и Гашот. Мы так близки к политике, мы почти касаемся ее, нам ее не избежать, но Серезо хотел воспитать благомыслящих сыновей. Энергичный удар тростью, гасивший светлячка и взметавший салей гальку, подчеркивал в нужный момент доводы оратора. Чудовище, он же позор нашего времени, злой гений франкмасонства носил имя Эрио, ведь этот человек имел наглость заявить на съезде партии радикал-социалистов, который нарочно был создан в благочестивом городе Ан-Дже, что на западе Франции сейфы зачастую запечатывают обладкой святого причастия. Для моего отца радикализм представлял собой серьезную, но отвратительную систему взглядов французских торгашей. Не стоит уж и говорить о коммунистах или даже о социалистах. Разве можно искать хоть какую-то обоснованность в политических воззрениях закоренелых воров и убийц. А как же иначе назвать этих людей? О партии дорогой его сердцу Мсер Зо никогда не упоминал. Газета Аксион Францез с тех пор, как ее осудил папа Римский, исчезла из нашего дома. У нас читали только Лакруа, для которой мой двоюродный дед иной раз кропал передовицу. Эта мешанина сведений преподносилась нам, надо признаться, на очень чистом языке, имевшем ценность хорошего соуса. Благодаря ему мы легко проглатывали каждый кусочек и не боялись несварения желудка. Некоторый избыток сослагательного наклонения и наукообразная напущенность плетили мне. А кроме того, нам возбранялось прерывать лектора. Замолчи, я из-за тебя потерял нить рассуждений, восклицал он. Мы могли лишь позволить тебе, когда отец переводил дыхание, задать почтительный вопрос или попросить каких-нибудь разъяснений. Отец отвечал зачастую весьма уклончиво, только при условии, что вопрос не заключал в себе скрытого возражения. Затем он снова заводил свой граммофон и сыпал афоризмами. Хороший тон, хороший вкус, хорошие манеры, право, каноническое право. Всем именам существителям предшествует прилагательное «хорошие», «хорошее», «хорошее» или наречие «хорошо», все суждения процензурованы, печати разрешаются. Все, что не попадало в энциклопедию недозволенного, в списке запрещенного, все почтенные прописные истины обретали в нем своего лучшего поборника. И тем не менее, можете не сомневаться, семейство Резо шло в авангарде науки прогресса. Резо это цвет нынешней интеллигенции, тормоз, регулятор, предохранительный клапан современной мысли. Дворянство стало ненужной кастой, изменившей своей исторической миссии и имеет ценность лишь в качестве лесных знакомств для брачных союзов. Все никчемные люди, говорил отец, и какими-то непонятными мне путями приходил к следующему горделевому выводу, наш род ведет начало от баронов Сент-Эльм и виконтов де Шер-Беи. Отец почему-то не видел, что и буржуазия тоже готовится изменить своей исторической миссии. Он разделял ее на касты и под касты во главе коих повторяем шла наша буржуазия буржуазия высокодуховная подлинная чистая опора Ватикана и патриотизма соль земли сливки избранных в нее входило 30 ну будем великодушны самое больше 40 семей ниже ее стояла буржуазия свободных профессий и рядом с ней финансовая буржуазия в которую к сожалению входило семейство плавиньяков подразумевалось вы мои собственные дети в конце концов являетесь лишь метисами этой разновидности существует наконец буржуазия коммерческая следовательно и негацианты относятся к буржуазии однако к нившему ее сорту вопрос вопрос о фармацевтах является весьма спорным на худой конец их можно еще принимать у себя но недопустимо водить знакомство с бакалейщиками даже оптовиками народ существует также народ грубое простонародье которому наплевать на гуманизм который пьет красное вино не разбавляя его водой у которого излишне волосатые грудь дочери которого грешатся студентами вот этому самому народу радикалы предоставляют чрезмерную привилегию столь же гражданских и политических прав на душу населения сколько имеет любой из господ Резо этот народ обозначаемый по латыни не попуров а плепс это бесформенная магма безвестных существ от которых неприятно пахнет потом народ этот народ надо рассматривать так же как кантомолог рассматривает термитник делая в нем ямки срезы не боясь при этом рождавить некоторое количество насекомых для вязшего блага науки и человечества разумеется надо любить народ и приходить ему на помощь если он ведет себя разумно созыв конференций посвященных благотворительной деятельности посещение работных домов для женщин честность при расчетах с рабочими составление назидательных брошюр вязание теплых распашоночек для новорожденных непреклонная строгость судебных установлений снисходительность к правильностям солдат новобранцев социальное страхование которому все-таки далеко до кассы взаимопомощи право на забастовки ограниченное законодательством о забастовках приветливость в отношении к мелкой сошке добрый день голубчик стаканчик вина которым угощают почтальона у порога кухни вот допустимые виды заботливости о народе все прочее большевизм сообщив нам некоторые социальные истины отец без перехода пускался в область научных истин каковым конечно не следует пренебрегать хотя значение их весьма преувеличено мсиро восторженно восклицал убедитесь в дивной гармонии вселенной как видите я не боюсь цитировать этого ужасного вольтера открывать законы природы и ставить их на службу благополучию человека классифицировать определять как я это делаю с серфидами всевозможные растения и животных для установления пользы или вреда которые они могут принести роду человеческому ставшему по воле божией властителем земного шара извлекать из своих познаний веские доводы в пользу диалектики веры единственно подлинной науки такова историческая роль нашего семейства если бы все люди стали искренними если бы большинство из них не были жертвами обмана или сообщниками франкмасонов они с радостью променяли все энциклопедии на богословие подавленные этим красноречием мы стеменили рядом с отцом и наш аббат следовал за нами на почтительном расстоянии некоторое время мы шли молча размышляя над этими возвышенными отвлеченными истинами но обычно в умсе Резо от его метафизики начиналась мигрень уже поздно говорил он вдруг идемте спать и сливки избранных Резо отец и Резо старший сын и Резо средний сын и маменькин любимчик Марсель в сопровождении святого аббата низкого происхождения шли в усадьбу прислушиваясь к зловещему хохоту лесных сов досыта наевшихся полевых мышей психимора все не возвращалось из больницы возникли новые осложнения я не врач и не могу сказать какие именно отца вызвали телеграммы и он отправился в Анже питая тайное намерение одним ударом убить двух зайцев навестить больную и приобрести у своего придворного поставщика запас булавок ящиков со стеклянными крышками в тот же день к вечеру он вернулся домой вдвойне удрученный невозможно найти тонких булавок сказал он не могу же я насаживать моих мушек на вязальные спицы потом добавил без всякого перехода бедные мои дети мама очень плоха возможно она не протянет и недели я предложил ей собраваться перед смертью договорил за него аббат но она отказалась сказав что врачи ошибаются что ей не так уж плохо и она скоро вернется домой я не хотел открыть ей всю правду насчет ее положения ну что ж покойной ночи я иду спать для успокоения разложу перед сном пасьянс он вышел из комнаты в сопровождении аббата искренне огорченного тем что мадам резо может умереть без соборования а тем временем мы трое Фредди Рохля Жан хватая глотая Марсей попозвучи кропет поглядывали друг на друга с несказанным удовлетворением тени предков наших закройте свои лица троих детей избергов на которых вы взираете из своих золоченых рам вдруг охватил дикий восторг они взяли за руки закружились в бешеном хороводе и заорали во всю мочь заскандировали психимора подохнет психимора подохнет психимора подохнет но вот дверь приоткрылась в щелке показались усы отцовский слух оскорбили наши ликующие вопли психимора подохнет тише старик вернулся зашипел Фредди но дверь затворилась и наше потрясенное трио услышало как в коридоре замирают неровные шаркающие шаги настоящие стариковские шаги разумеется психимора не умерла и сделали еще одну операцию характер этого нового хирургического вмешательства открыли нам лишь 10 лет спустя семейное целомудрие запрещало объяснять детям что значит удаление обоих яичников мадам ризо здоровье которое было подорвано видела как болезнь постепенно поражает ее органы но она с неизменной твердостью заявляла я не умру и в конце концов хирург подтвердил ее убеждение положение мадам ризо крайне тяжелое и всякого другого на ее месте я считал бы обреченным но когда у человека такая воля он еще может выкарабкаться нам пришлось смириться с неизбежным она останется жива но мы делали подсчеты строили догадки сколько времени продлиться выздоровление которое шло медленно мы спешили воспользоваться передышкой отец со своей стороны тоже старался выиграть время но в отсутствие матери мы по примеру Марселя Крапета принялись тянуться вверх и набирать сантиметры мы уже становились взросленькими как говорят дамы-благотворительницы при посещении бедняков ощупывая зарождающиеся бицепсы подростков которые скоро смогут работать на благо супругов этих дам владельцев промышленных предприятий психи Маре будет нелегко справиться с такими сильными юнцами какими мы стали по следовало бы понять что вести такой большой дом непосильное время для выздоравливающей твердил отец своей сестры а графине Бартоломи приехавшей на некоторое время помочь ему вести хозяйство почему ты не отдашься на веев колледж пока жена еще не вернулась в больницу отвечала тетушка подходя к главному вопросу окольным путем как того требует хороший тон содержать их в иезуитском пансионе очень дорого поле об этом и слышать не хочет неужели ты не имеешь никакой власти над женой восклицала в конце концов графиня затрагивая самую суть дела серый зо живо отклонился в сторону дорогая по брачному контракту мы сохраняем раздельное владение имуществом а преданное целиком ей принадлежит так никакого решения не было принято нет будем справедливы и отметим что одно решение все-таки было принято серый зоу пригласил в хвалебное своих коллег энтомологов нужно было срочно разрешить назревшие вопросы стритомения синенсис была в один и тот же месяц описана моим отцом под этим наименованием а профессором чадноуном под названием стритомения ориенталис какое из этих двух названий войдет в международную классификацию равным образом было необходимо установить справедливую систему при обмене насекомыми чадноун осмелился прислать мне десяток самых обыкновенных дрозофил в обмен на экземпляр редчайшего аруляе и что за радость для меня специалиста по серфидам получать бразильских бабочек которых эти дураки португальцы не умеют и разложить как следует боюсь даже что они подстреливают их из пистолета были приглашены профессор чадноун из Филадельфия аббат арапан из Михелена Бельгия Ибрагим Паша из Каира и сеньор Бешор Рукоа из Сан-Паулу все они изучали диптеров то есть двукрылых насекомых но чадноун главным образом занимался блохами запомните дети не травяными вшами и всякими тлями которые как известно относятся к отряду жестококрылых аббат арапан исследовал долгоножек уже пауков которые скользят по поверхности воды а Ибрагим Пашу интересовали москиты которые были и остались одной из казней египетских сеньора Бешор Рукоа привлекали табониды в отряд которых входят все разновидности слепней разумеется мсерый Зоу пригласил и других выдающихся специалистов по дептеридам но приехали только те кто не был стеснен в средствах или же те кто воспользовался удобным случаем как например Бешор Рукоа экспортировавший для французского военного интенданства сыромятную кожу из которой после обработки шили солдатские башмаки Ибрагим и Бешо заглянули к нам только проездом первый говорил лишь по-арабски и по-латыне второй мог изъясняться и на ломаном английском языке оба были важные господа и неважные ученые что весьма разочаровало отца Ибрагим говорил он он интересуется москитами лишь в надежде заслужить благоволение своего правительства он знает только средства истребления москитов и не способен описать по всем правилам какой-либо экземпляр насекомого тоже можно сказать Бешорокова для него табанида являются прежде всего жарящими насекомыми которые портят у скота шкуры и тем самым снижают его рыночную стоимость ни тот ни другой не обладают чистых теоретиков в этом отношении профессор Чадноун вполне его удовлетворял наша боярышниковая настойка и домашний сыр изготовляемый фермершей Жени Симон вероятно ненадолго удержали бы его у нас но однажды вечером когда мы отправились прогуляться к мосту какой-то маленький зверек бежавший по дорожке свернулся клубком при нашем приближении уууу воскликнул американец это кролик нет ответил отец это не кролик это еж еж задумчиво повторил американец вдруг профессор повернул назад и стрелой полетел к дому мы стояли растерянные и молча ждали его догадываясь однако что он затеял какой-то опыт кончиком палки сервисов шевелил ежа но тот благоразумно не разворачивался и лишь изредка поглядывал одним глазком на наши башмаки этот ежик принадлежал к разновидности свиных пятачков в отличие от так называемых собачьих носов крестьяне пекут этих пятачков на костре обмажив их глиной вскоре профессор Чадноун примчался обратно держа в одной руке пузырек с эфиром а в другой ночную вазу из своей комнаты черт возьми что вы собираетесь сделать но Чадноун сберкая от волнения глазами и перекатывая во рту как жевательную резинку какие-то английские слова осторожно закутал ежа в свое кашне чтобы не уколоться и положил его на дно выше упомянутого сосуда после чего он без колебаний вылил ежику на нос весь эфир из пузырька и надвинул на горшок крышку бедное животное возмущенно сказал Аббат не доверявший протестантам филадельфийский профессор выждал минуты три не удостоив объяснить нам свое странное поведение потом снял крышку с горшка где лежал усыпленный еж со свиным рыльцем затем американец вынул из кармана пинцет и склонился над своей жертвой фарфоровые стенки сосуда были испещрены черными точками блохи воскликнул отец он заинтересовался блохами ежа тайна сразу рассеялась профессор хотел обогатить свою коллекцию оказывается каждому виду ежей свойственны свои особые блохи блохи европейских ежей отсутствовали в коллекциях филадельфийского энтомологического музея блохи оказались так малы что их не удалось насадить на булавки поэтому их немедленно наклеили на кусочки сердцевины бузины а ежик возвращенный на луну природы вероятно часа через два очнулся освободившись от всех своих блох вплоть до ближайшего часа любви чадно он уехал великодушно признав за отцом приоритет в определении стритомэня синенсис в наименовании которое отныне и до скончания веков будет указываться в скобках Жакобус Резо 1927 его сменил великий знаток долгоножек аббат Рапан из Махалена этот Рапан преподаватель риторики в одном из Волонских колледжей страдал многословием и ожирением погода на рождественских каникулах которые он нам посвятил выдалось суровое снег упорно не таял явление довольно редкое в наших краях закутавшись в пуховые шарфы надев две теплые сутаны на вате толстяк явился к нам без всякого предупреждения мы поехали встречать его в Сегре на станцию и ему пришлось протопать 6 километров такая прогулка знаете ли весьма полезна для здоровья заявил он щищая грязь со своих башмаков но для энтомологов зима плохое время года долгоножки не бегают по льду появление преподобного отца Рапана было великой честью для нашего старого дома и его хозяина теперь нас осчастливили двумя ежедневными местами одну служил на шаббат другую отец Рапан конечно мы не могли из вежливости увильнуть впрочем бельгиец каждый раз платил тому из нас кто исполнял роль причетника по два франка за службу из-за этого гонорара у нас возникли серьезные разногласия фредди терпеливо выслушавший энтомологические разглагольствования профессора риторики и тем снискавший его расположение решил присвоить себе монопольное право прислуживать за мессой доход с паучиной мессы он предпочитал остатком вина от мессы по желудям так мы прозвали ее потому что наш аббат воспитатель всюду сажал желуди старого дуба семейства буковых не будучи любителем вина он никогда не допивал полагавшуюся ему замес и чашу наши с фредди разногласия были разрешены на совещании состоявшемся у меня в спальне фредди будет вносить 60% своих благочестивых чаевых в тайную кассу которую мы основали предвидя близкое возвращение психимора это решение картеля мальчишек в котором как и во всех политических организациях наиболее энергичными оказались левые элементы в данном случае я было не единственным принятым на нашем митинге имевшем более широкие и далеко идущие цели решив дать отпор наступлению которое психимора несомненно поведет против наших свобод мы официально создали единый фронт в него входил и кропет а также Жан Барбелевьен сын арендатора фермы прилегавшей кусадьбе Жан угрожала опасность лишиться весьма ценного для него права разделять наши игры малолетний мужлан получил такую привилегию с тех пор как желая мошенническим способом пробраться к образованию вдруг почувствовал неодолимое призвание к сану священника мы могли рассчитывать также на нейтралитет нашего аббата и на сочувствие финны подобно коалициям левых партий наш картель был довольно разношерстным и в первую очередь заботился о своей выгоде вопрос продовольствия являлся для нас основным Жан Барбелевьен обещал таскать для нас яйца из курятника родительской фермы не имея возможности зимой ловить в речке рыбу и покупать на свою выручку мясные консервы я изыскивал другие способы добывать деньги каждое утро на рассвете я тихо-тихо выходил из дому вооружившись папиным охотничьим карабином у которого выстрел был не громче щелканье кнутом за что его обычно и принимали спрятавшись в кустах я поджидал кроликов которые еще в сумраке выходили из нор и отправлялись на капустное поле деньги яйца варенье все складывалось в сейф уже давно устроенный между крышей и покатым потолком моей мансарды карниз прикрывал вход в сейфе же хранилось некоторое количество старых ключей и декларация прав составленная Фредди по образцу декларации прав человека и гражданина и скрепленная подписями четырех членов нашего сообщества вот в каком умонастроении мы находились когда вопреки предостережением врачей мадам Ризо выписалась из клиники и нежданно негаданно нагрянула домой приехав из Анже в автобусе который с недавних пор совершал эти рейсы и специально для нее остановился у белой изгреди хвалебного мы как раз сидели за ужином по коридору застучали каблуки шаги психиморы мы узнали бы среди тысяч других дверь распахнулась и мгновенно подтянувшись мы сели как подавало по правилам вы приехали одна но это же безумие боль растерянно зарепетал отец побледнев не меньше нашего психимора усмехнулась и вместо ответа закрыла масленку крышкой психиморе пришло стуга ее первая желобовая атака провалилась жак дети совершенно не считаются с границами отвезенного для них участка однако отец стойко защищал свои передовые позиции я сам разрешил им гулять по всему парку что поделаешь дорогая они почти уже взрослые вам пора понять что это действительно так несмотря на вашу поразительную моложалость нашей мигере пришлось удовольствоваться этим комплиментом в тот же день вечером после молитвы когда мы поднявшись с колен отряхивали брюки она вновь выразила удивление как вы отменили публичную исповедь на этот раз вмешался аббат мадам Ризо доверьтесь моему сану и не толкуйтесь слишком поспешно догматы в возрасте ваших сыновей необходима духовная свобода вне всяких сомнений психимора столкнулась с настоящей коалицией она поняла это но заупрямилась как я уже говорил она была не очень умна и поэтому при всей твердости своего характера не сразу находила доводы в пользу своих властолюбивых требований увидев что Жан Барбелевьяен играет вместе с нами на переменках психимора подняла крик нет нет я не желаю чтобы мои дети якшались с мужиками и снова аббат самоотверженно вмешался мадам маленький Барбелевьяен намерен посвятить себя служению Господу Богу мы с месье Резо полагали что его общество полезно для ваших детей я сам младший сын фермера и некогда тоже пользовался таким же вниманием знатной семьи в наших краях прекрасно оборвала его психимора и не знала этого но я хочу спросить вас кое о чем другом откуда берется мясо которое дети едят за полдником я им не давала мясо кажется Жан продает фермерам рыбу это еще что за торговля и кроме того каким образом он может зимой ловить рыбу вероятно он продает и дичь как мой сын занимается браконьерством и этого еще не доставало мси Резо встревожился и потребовал у меня объяснений я откровенно рассказал ему все в общем чертенок ты таскаешь у меня патроны и под носом у моего сторожа стреляешь моих же кроликов да я не отрицал этого психимора возомнила себя победительницей но отец матерый охотник признал во мне свою кровь и гордясь моей меткостью стал еженедельно давать мне по шести патронов при условии что я буду отчитываться в каждом выстреле мать не решилась настаивать на своем с десяток пощечин пропали даром у нас от них даже щеки не покраснели и тут психимора поняла наконец что что ей необходимо изменить иную тактику ее поведение постепенно изменилось она стала не то что уступчивее но по крайней мере молчаливее конечно ей уже не удалось бы вернуть то что мы выбросили за борт но важнее всего для нее было вновь взять в руки бразды правления возродив в кранских болотах политику Альбиона психимора желая поработить своих домочадцев прибегала к бессмертному принципу разделяя властвуй который стал залогом преуспеяния Англии первым был обезврежен маленький Жан Барбелевьен мадам Ризо предложила чтобы этот благочестивый ребенок стал отныне официальным учеником нашего аббата полагаю что это хорошее дело не правда ли господин аббат сказала она изобразив на своем лице самую умильную улыбку номер первый из ее ассортимента улыбку ангельскую обычно озаряющий воспитанниц приюта после причастия отец и аббат номер шесть поддались на удочку лишенные дипломатического нюха они учуяли в намерении психиморы лишь аромат святости аббат воскликнул в волнении совершенно верного дам Ризо это хорошее очень хорошее дело отныне маленький Жан попал под власть нашей Мегеры которая одним единственным словом могла разрушить все его честолюбивые надежды получить образование и он перестал таскать для нас яйца из курятника отказывался выполнять наше рискованное поручение все все психимори обещание прибавки к скудному жалованию не привлекло глухонемую старуху влаги психиморы фине наплевать было на деньги к чему они есть тогда психимора взяла другой прицел и вздумала ее выгнать напрасное старание отец яростно воспротивился все члены семейства Резо замучили бы его жестокими упреками альфансина была освещенной принадлежностью хвалебного впрочем ее нисколько не взволновала угроза увольнения старуха знала что заменить ее не так-то просто ни одна прислуга не прослужила бы и недели под командой мадам Резо неугомонная психимора поняла за карапетто и стала делать ему всяческие авансы несмотря на свои малые способности к рукоделию она приняла связать для него фуфайку кроить ему фланелевые брюки противный рыбий жир был заменен сладким йодистым сиропом наконец подготовив почву постоянными разговорами о его блестящих успехах в занятиях и своих надеждах увидеть его в будущем студентом школы гражданских инженеров она приказала пусть Марсель сразу сдаст за два класса он на редкость способный мальчик мы таким образом выиграем один год и это будет для него очень ценно когда он поступит на подготовительное отделение аббат остался очень доволен работа его таким образом упрощалась я выглядел дураком ведь меня догнал учение младший брат но ничего не поделаешь кропет принял эту новую милость спокойно с достоинством как нечто заслуженное Марсель нисколько не обманывался насчет расположения к нему мамаши самая горячее для для его душевного спокойствия я дал ему благословение от имени нашего тайного картеля не отталкивая зря психимору ты можешь быть нам полезен предупреждай нас если она тебе сообщит что-нибудь важное для нашей национальной обороны двойной лазутчик карапет сперва оказывал нам услуги так например он вовремя предупредил нас о подготовлявшемся генеральном обыске в наших владениях мать уведомила его заранее не желая обнаружить у него что-нибудь запретное благодаря ему я принял необходимые меры предосторожности и перенес на чердак содержимое нашего сейфа обыск не дал никаких результатов и от избытка осторожности я спрятал большую часть наших сокровищ в спальне Фредди так как она тоже находилась в мансарде и там можно было устроить такой же тайник как у меня об этом перемещении мы ничего не сказали кропету его лояльность косившая влево на нас и вправо на мать требовала неусыпного присмотра и так в течение двух месяцев оба лагеря следили друг за другом великая держава психимора окружила себя на некоторое время мелкими государствами и трепещущими нейтралами но такое положение не могло длиться вечно слащаво улыбавшаяся Мегера по-прежнему искала какую-нибудь уловку какой-нибудь случай и случай этот предоставил ей папа отец считал что теперь ему разрешено дышать свободно нет никакого сомнения Тереза говорил он своей сестре графине Бартоломии приехавшей погостить под нашим кровом нет никакого сомнения плохой характер моей жены имел чисто физиологические причины после операции она преобразилась разумеется она как была так и останется немножко колючей но все-таки жить с ней теперь можно ой только бы так продолжалось отвечала тетушка бессознательно перефразируя излечение матери Наполеона Летиции Ромолину так продержалась вплоть до Пасхи за несколько дней до праздников отец получил письмо от одного из своих старых шанхайских приятелей который пригласил его к себе погостить недельки на две этот бывший колониальный чиновник недавно возвратившийся из Китая благоденствующий престарелый вдовец обладатель знатного имени большого состояния любимой дочери старинного замка в Жере и множества орденов словом граф де Пули искал для себя новые вывески и полагал что обрел ее в энтомологии однако он колебался между жесткокрылыми и полужесткокрылыми чешуя крылыми сетчатокрылыми прямокрылыми перепончатокрылыми насекомыми необходимо было положить конец его увлечению паукообразными ибо дочь его сообщала в письме приложенном к отцовскому посланию что граф де Пули запретил слугам обметать щетками пыль с потолков и снимать паутину серый взрос недавимый христианским состраданием за завтраком спросил при нас мнение психиморы мы могли бы сказал он взять с собой старшего сына а младших оставить под присмотром в адбонкера психиморе не улыбалась разлука с хвалебным для нее достаточно было и первого печального опыта даже и речи быть не может и такой поездки друг мой это слишком для меня утомительно я радуюсь твоему благоразумию сказал отец перед которым забрежила надежда на приятное холостярское путешествие но кого же мне взять с собой надо подумать осторожно ответила психимора она давно все обдумала но вовсе не стремилась обнаружить свои батареи свое решение она сообщила лишь на следующий день за завтраком согласно обыкновению за столом сообщались все новости хорошие плохие плохих бывало обычно больше чем хороших Марсель сейчас не очень здоров сказала психимора я не могу разрешить ему эту поездку хотя он заслуживает ее больше всех вздернутый нос кроп это вытянулся я вас награжу тебя чем-нибудь другим бедняжечкам отец просиял Фредди яростно высморкался и как всегда вытер нос справа налево я прекрасно понимал маневр психи Мары но возможность удрать из дому на две недели усыпила мои опасения после нас хоть потом только Аббат казалось был не слишком спокоен мне думается следовало бы дать господину Аббату отпуск на несколько дней он вполне заслужил его за свою преданность детям продолжала психимора у вас кажется есть родственники в Нормандии Аббат сразу повеселел и охотно принял предложенный отпуск и так кроме Марселя все остались очень довольны заметьте психимора не сказала в жер с отцом поедут Фредди и Жан это незаслуженная милость лишь подразумевалась хотя уступка психиморы была ловким политическим ходом у нее не повернулся язык объявить о ней открыто эти мелкие подробности меня не трогали на перемене желая вдохнуть воздух предстоящей нам свободы я взобрался на верхушку тиса моего любимого дерева в парке откуда открывался вид на все хвалебное нет психимора тебе не удастся отравить нашу радость напрасно ты пыталась состричь нас наголо перед отъездом папа решительно воспротивился правда я стоял перед ним весь красный сприкошенный физиономией он уже начинал побаиваться меня этот забияк этого и глядю выкинет какой-нибудь фортель нет психимора придется тебе отказаться от кое-каких мелких преследований мы их не потерпим зачем ты тайком удлинила брюки у новых костюмов которые отец подарил нам желая чтобы сыновья были достойны его я немножко умею шить и сегодня же вечером восстановлю на брюках отворот зачем ты дала мне галстук который по расцветке никак не подходит к костюму я не стану просить отца купить мне другой галстук это бесполезно он пошлет меня ко всем чертям на Фредди подпустит нелестное замечание по поводу моего ошейника и тогда отец воспользовавшись этим предлогом постарается утвердить свою власть и проявить хороший вкус а я окажу такую же услугу старшему брату намекнув что у него стоптанные башмаки ну вот наконец настал час отъезда ни за что на свете дорогая мамаша ты не изменишь свой план но надо признаться начало его дается тебе нелегко ну что ж изобрази поскорее на лице милую улыбку и постарайся сыграть честность прямоту отец отец пренавиделся каким-то чутьем я угадал что он не совсем равнодушен к дочке графа деполи папаша выглядит почти элегантным он надел костюм темно-серого цвета с синеватым отливом как у шифера которым изобил это кранет но и правда мне не очень-то нравится его булавка для галстука унаследованная от деда золотой кабан с рубиновыми глазками но вот чудо вместо башмаков у него на ногах изящные полуботинки фу черт орчит он я себе вывихнул лодыжки в этих модных туфлях наконец-то папа садится в автомобиль куда мы с Фредди уже успели забраться не получив на прощание обычное крестное знамение заменявшее материнские поцелуй и оставлявшее на лбу красные полоски от ее ногтей машина трогается но она плохо повинуется неопытному водителю он пожалуй никогда не научится переводить скорость через заднее стекло я наблюдаю за психи морей она старается держаться прямо как до болезни но это удается ей лишь с большим трудом тропед уже направляется к крыльцу развинченной походкой что является у него признаком глубокого недовольства одной рукой аббат вытаскивает из кармана на свой платок с образками другой благословляет нас счастливо оставаться до свидания далее на же дорога отвратительна бесконечные живые изгороди закрывают горизонт через каждую сотню метров шлагбаум на котором в качестве противовеса привязан тяжелый камень на каждом шлагбауме белой краской обозначены инициалы землевладельца иногда они повторяются на протяжении нескольких километров и напоминают нам что мы находимся в почти феодальном краю за изгородями видны цветущие яблони поля засеянные рапсом которые скоро покроются канареично желтыми цветами на полях крестьяне в плесовых кортках бесчисленные перекрестки о которых предупреждают дорожные знаки в виде желтых треугольников кажется что по выбитым проселкам которые разбегаются от перекрестков проложены рельсы но это лишь обман зрения просто глубокие колеи наполненные до краев водой почему вы молчите дети уже заскучали по дому но об этом и речи быть не может ответил Фредди папа улыбнулся и промужлыкал где же лучше может быть чем в родной семье затем добавил басом да где угодно в любом другом месте для человека со вкусом это большая бестактность как бы сказать получилось вроде слона в посудной лавке но так уж всегда бывает у нашего бедного старикана когда он пытается установить товарищеские отношения со своими сыновьями он явно перебарщивает и сыновьям становится неловко никогда не знаешь как себя вести с этим Юпитером когда возле него нет Юноны которая готовит для него громы и молнии подъезжаем к Анже где столько соблазнительных ветлин и тут Фредди выступает в заранее условленной роли какой у тебя мерзкий галстук Жан неужели не мог надеть другого ну и что не к принцу Живальскому едем а ты сам-то хорош лучше уж помолчал бы посмотри на свои опорки мс. Резо кидывает нас внимательными взглядами заключает ой никогда вы не сумеете прилично одеться ну ладно все что нужно купим в Анже Анже пятиминутная остановка собор Сен-Морис времен Плантагенетов дом Адама равное количество монахинь и шлюх студенты солдат новобранцы ангел венчающий памятник жертвам войны как будто играет в чехарду город благомыслящий внесем поправку город мыслящий о благах на тротуарах или набережных мэн старайтесь держаться правой стороны мс. Резо вытаскивает бумажник входит с нами в магазин Дам-де-Франс на Эльзасской улице да чем же эти названия ласкают слов наспех покупаем синий галстук для меня и желтые ботинки для Фредди он настоял на желтых ботинках хотя отец и убеждал его что черные ботинки гораздо элегантнее программа у нас обширная ведь мы едем в жертв не только для того чтобы привлечь графа де Полью в стан поклонников двукрылых насекомых проездом мы должны еще собрать важные сведения о некоторых наших предках самых именитых разумеется ибо всех прочих беспокоиться не стоит с некоторых пор мсье Резо пристрастился к науке прославленной геральдистом Пьером Дозье с тех пор как открыл в одном из домов генеалогии что наш род ведет начало от баронов де Шербей а другим нашим предком был мессир де Тантон человек с этой странной фамилией имел право на удивительный герб на лазоревом поле два с половиной цветка лилии о какая волнующая загадка несомненно де Тантоны получили от короля этот необыкновенный герб когда один из их отпусков был королевским оруженосцем и прикрывал в бою щитом своего повелителя конечно это только предположение но весьма вероятно что он участвовал в битве при Бувине возможно де Тантон защитил короля от смерти вероятно спасая короля он сам получил роковой удар разрубивший цветок королевской лилии на щите и благосклонный повелитель пожелал уяковечить память о подвиге своего оруженосца непочтительный Фредди утверждал что дело тут не в королевской лилии а в королевской постели во всяком случае в этой истории замешан король но мы Резо потомки де Тантонов все-таки не дворяне невзирая на наш герб золотой лев на червеном поле и при Людовике в шестнадцатом мы были записаны как буржуа несмотря на наши родственные связи с влиятельными людьми французского королевства неожиданно превратившегося в республику согласно нашему маршруту тщательно нанесенному синим карандашом на карте в путеводитель Мишлена мы посетили некоторых боевых товарищей отца кстати я забыл сказать что он был на войне и участвовал в сражениях в начале войны он был признан негодным к службе по общему состоянию здоровья но в таких случаях представитель фамилии Резо немедленно идет в армию добровольцами и добавим не окапывается в интенданстве и так мусси Резо воевал и был награжден орденом от боев под Варденом у него остался ужас перед вшами известная терпимость к Марсельезе и к фривольной песенке Мадлон и наконец достославная рана предмет его непомерной гордости он получил ранение в спину обстоятельства весьма досадные для солдата добровольца скажем больше подлое невезение ведь нашего героического отца ранила вражеская пуля когда немцы вели настильный огонь а он ползком подбирался к немецкому пулеметному гнезду и его спина как бы первой шла в атаку я рассказываю все это сумбурно так что получается окрошка но не считайте меня путанником отец военный раз рассказывает нам о своем военном прошлом с различными вариантами добавлениями подробностями в то время как наша малолетражка продолжает свой путь к дуэля фонтен к первому этапу наших генеалогических изысканий в полдень мы позавтракали на травке при везде в деревню ванда Моризула дала нам на дорогу крутые яйца вареные бобы и картошку в мундире кстати возражаю надо говорить не в мундире а в полевой форме она с нам делала нас провизией дня натри из экономии желая испортить нам удовольствие от поездки кроме яиц все оказалось несъедобным финна не пожалела соли нынче вечером мы пообедаем в трактире объявляет отец который любит это старинное слово и тотчас же добавляет в нашем стиле финна подсунула нам какую-то ганность он не уточняет по распоряжению вашей матушки но сам наталкивает нас на эту мысль стоит ли говорить мы находим его намек довольно подлым нельзя так легко отвлекаться от тех порядков которые ты сам так долго поддерживал своим авторитетом нелегкое дело рыться в реестрах актов гражданского состояния да еще добиться чтобы вам выдали самые старинные из них получив на то разрешение у секретаря мэрии ведь известно что эти секретари по большей части учителя а следовательно коммунисты фамилия Рызо и визитная карточка отца не всегда на них действует иногда приходится обращаться к самому мэру или его заместителю подробно объяснять суть дела этим тупым подозрительным крестьянам угадывать кто из них ждет чаевых а кого чаевые могут оскорбить мс. Рызо надо признать удачно справлялся с этими трудностями секретарь мэрии Дуэля Фонтен очаровал нас с первой же минуты он носил бородку клинышком пенсне и крахмальный воротничок с отогнутыми уголками на манер Тафферделя из Клашмерля но видно было что он относится с почтением к существующему строю весьма приятный человек решил отец его беднягу нарушно держат в этой дыре только потому что он не франк масон битых три часа мы разбирались в каракулях покойных приходских священников Дуэ мы натолкнулись на нескольких наших предков и в частности на некоего Луи Резо несколько раз признававшего себя отцом незаконно рожденных детей папа стыдливо спешил перевернуть страницу и искал более торжественных записей со сложными завитками и рощерками в подписях как оно и подобает буржуа или же с подписями резкими точно удар шпаги подобающими конюшем и другим сеньорам его или можно перо бумагу рвет зело или же наконец с неуклюжими крестами вместо подписей простыми грубыми как существование тех самых крестьян которые их начертали как каким бы суетным делом ни было составление генеалогического древа на котором всегда окажется много засовших ветвей дерево это росло давным-давно и логичнее было бы назвать его генеалогическим корнем каким бы суетным делом ни были поиски и более или менее подтасованное установление предков я не слишком презираю эту невинную игру меня интересует происхождение моих двадцати четырех пар предков передававших мне наследство свои хромосомы а главное роясь в этих старинных записях испытываешь какое-то особое чувство словно на твоих глазах происходит чудо воскрешения лазаря метрика рождения людей умерших в семнадцатом веке даже могила от них не осталось как будто частично она возвращает их к жизни в то время как мой отец повинуясь беспокойному инстинкту коллекционера делал множество выписок накалывал даты ловко орудовал сачком во времени и пространстве я любил пройтись после него по странице метрической книги выбрать какое-нибудь имя имя полученное при крещении по воле родителей и затем проследить за ним в дальнейших записях иногда след прерывался сразу же какой-нибудь морф вычеркивал это имя вместе с именами множества других а иногда заинтересовавшее меня имя попадалось в двух трех десяти записях гласивших что мой избранник был крещен обвенчан по первому браку обвенчан по второму браку был отцом нескольких детей восприемником откупели чужих детей свидетелем при бракосочетании своих приятелей и наконец скончался сподобившись получить напутствие святой матери нашей церкви пусть история человечества пренебрегает этими скромными именами оставшимися безвестными наподобие миллионов кровяных шариков питающих наше тело но не история больших или малых событий не даже романы при всей точности и колодитности их приствования не могут передать черты подлинности благоухания засохших цветов которые некогда были живыми заметим кстати иным метриком бывают приклеены засушенные цветы двухсотлетней трехсотлетней давности и как раз в дуэль о фонтен мне попалась метрическая запись о рождении некой Розы Мариэтты Ризо дочери именитого горожанина Клода Ризо и Розы Тогордоу это неинтересно сказал отец я проследил записи она умерла шестнадцати лет от роду в холерный год да Роза Мариэтта моя юная прапрабабка умерла шестнадцати лет она скончалась двести восемнадцать лет тому назад но метрику о ее рождении все еще украшает лепесток розы этот лепесток приклеила ее мать которая несомненно была неграмотной и не могла поставить на метрике свою подпись и все же подписалась лучше многих других матерей и уж наверняка лучше чем подписалась при моем крещении психимора такая специалистка по замысловатой клинописи как вам известно я иной раз грешу кощунством лепесток розы я унес с собой ни один влюбленный не мог сохранить его лучше чем я я нашел для него надежный тайник спрятал в своей ладанке между лоскутком полотна отсрочки святой Терезы из монастыря младенца Иисуса и образком напечатанным на фланели якобы пропитанной потом богоматери семи скорбей из дуэля фонтен мы еще успели в тот же день съездить в Вие порыться в старых пыльных церковных книгах а затем побывать с той же целью в Тримантине в 8 часов без четверти секретарь Тримантинской мэрии вежливо выставил нас за дверь и ночевать мы отправились в Шоле два следующих дня мы с переменным успехом продолжали свои генеалогические изыскания в Десевре и Вандее к вечеру третьего дня расставшись с этими краями где нам посчастливилось разыскать наших прятков покоившихся в саванах из пожелтевших листков метрических книг мы покатили по лесистой шаранте зажатой между другой шарантой нижней а вернее бы сказать приморской и грибной трюфельной дардонью обязательным этапом был монтанво сюр ледрон где приходским священником состоял человек по имени Тусен Тамплеро «Этот молодец спас мне жизнь когда я был ранен во второй раз между нашими немецкими окопами» говорил наш отец «Он взвалил меня на спину и перенес к своим» Аббат Тамплеро вполне заслуживал наименование молодец «Около восьми часов вечера когда мы подъехали к церковному дому отворилась дверь и человек сожарного роста схватил в объятия нашего отца Вит у отца был весьма взволнованный таким образом мы обнаружили новое сходство их душ как ухитрялся он в течение стольких лет подавлять дружеские привязанности столь по-видимому глубокие «Дружище о дружище Тамплеро восклицал наш говорун вдруг растеряв все слова «Ох ты черт обжак» отвечал Кюре с той же красноречивым возгласом «А это твои малыши» мне уже стукнуло 14 лет а Фредди 15 с половиной и мы были готовы оскорбиться да не успели Тамплеро подхлопил нас получили подмышки и поднеся к своим устам наградил обоих звучными поцелуями этот священник совсем не походил на наших наставников Аббатов чья нежность к нам ограничивалась поцелуем мира в торжественные дни попросту говоря прикосновением к нашим лицам плохо выбритые щекой «Зайдемте жареная жареная утка с яблоками какой-то необычайный десерт под названием плавучий остров белое марочное вино старое бургундское в запаленных бутылках привели нас в восторг «Остановись тамплерову мои дети не привыкли к таким обильным трапезам то-то они у вас и хилые говорила Маргарита прислуживая за столом вино придает мужчине силу там у вас на севере вино не искрится в нем солнышка нету Кюре расстегнул сутану серый зон да да наш отец превратившийся в тот вечер у солдата Жака с высотки сто тридцать семь тоже расстегнул свой жилет синевато-серого цвета я сидел за столом опьянев от сытости и сонным взглядом озирая столовую отца тамплеру комната не была обтянута как у нас старинными гобеленами с зелеными кущами попугаями какими-то непонятными птицами облачными замками тут стены раз в год белили и звезд и на них не было даже благочестивых цветных литографий столь любезных сердцу нашего священника в соледах никаких священных изображений кроме гипсового распятия по которому разгуливали мухи окно выходило в заботливо ухоженный сад где росла раскидистая смоковница думаю что не бесплодная как в евангельской притче сознание мое уже затуманилось маргарита налей-ка нам еще по стопочке стопочка меня доконала больше я ничего не помню великан смеясь до слез взял меня на руки отнес на широченную мягкую теплую деревенскую постель и я тотчас же уснул проснулся я лишь утром вернее меня разбудила маргарита она принесла мне на подносе кружку шоколада рядом с которой лежали румяные сдобные булочки и бутерброды с маслом ну как дела парнишка такая фамильярность показалась мне отчасти оскорбительной но я милостью разрешил ей расцеловать меня я сейчас встану мадемуазель какая там еще мадемуазель зови меня просто маргарита а вставать не надо позавтракай в постели когда я была девчонкой позавтракать в постели вот уж не думал что такой привилегией может пользоваться кто-либо другой кроме психиморы однако меня не пришлось упрашивать и пока я уплетал булочки маргарита подробно рассказала мне как ее баловала покойная мамаша некогда державшая мелочную лавочку лавошница вот досада значит маргарита принадлежала к одному из самых низких слоев общества проглотив шоколад впервые я пил шоколад и это событие стало для меня куда более важным чем мое первое причастие я вдруг устыдился а как же мясо о я значит пропустил мясо мне мне и в голову не приходило что можно пренебречь богослужением которое отправлял священник так радушно нас принявший нынче будний день невоскресенья спокойно ответила добрая женщина поспи еще немножко я разбужу тебя попозже пойдешь рвать клубнику клубника у вас уже клубника а у нас она поспеет только через месяц и клубнику у нас берегут для гостей да ведь мы здесь не барахтаемся в тумане как вы а кто сейчас у нас гости а ты наш гость да племянники господина тамплеро да еще птички божьи клубника у нас посажена на шести больших грядках зимой мы их прикрывали навозом словом обетованный край я до того растерялся что даже позабыл прочесть утреннюю молитву и это в церковном то доме господи боже мой а в десять часов я присоединился к Фредди который уже лакомился ранней клубникой в неприхотливом деревенском саду где цветы соседствовали с овощами кругом никого никаких надзирателей может это ловушка просто хотят проверить насколько мы деликатны слушай ты поосторожнее глядя чтобы не очень заметно было а где же папа взял свой сачок и пошел под ручку с тамплеро не с тамплеро а с господином аббатом приходским священником в монтанго возразил я ни дворянские грамоты ни биржевые бумаги здесь не котируются провозгласил фредди не знаю где он выкопал это изречение сказывается его возраст на шестнадцатом году юноши часто бывают склонны к революционной фразе впрочем к фразе только к фразе вскоре вернулся отец по-прежнему в сопровождении своего друга и тот еще издалек крикнул мне эх ты слабосильная команда так-то ты оказал честь моим вином привыкли дома дуд сидр кара пузы несчастные они дома из сидра не пьют а только воду добродушно поправил его отец воскликнул тамплеро вкладывая в этот единственный возглас глубокое негодование ты позволяешь видишь ли у моей жены свои собственные взгляды на воспитание детей тамплеро очень мало интересовался мадам резол но должно быть он представлял ее себе женщиной властной суровой и все же хорошей женой и заботливой матерью смотри не вздумая в отсутствие жены испортить ее портрет со смехом заключил он мысленно я одобрил его слова нельзя нападать на психимору за пределами хвалебного не люблю когда человеку втыкают булавку в спину тут же после завтрака мы снова двинулись в путь ночевать мы собрались в Сегуле у однополчанина отца барона де ля Вильериона но он ограничился тем что угостил нас в своем старинном замке черносмородиной наливкой пришлось доехать до Маджене где жил крупный фермер бывший капрал отцовского взвода несмотря на поздний час он встретил нас с распростертыми объятиями еще раз мне пришлось убедиться строение моего отца целиком зависит от обстановки вопреки его генеалогическим изысканиям подлинным защитником притязания Ризо династии Ризо привычка Ризо был совсем не он а наша мамаша урожденная плевеньяк никогда не окшавшаяся с людьми низкого звания в тот вечер Ризо чувствовал себя прекрасно за тарелкой капустного супа который фермерша налива ему половником прямо из котла он пустился в долгие рассуждения о севообороте об удобрении земли навозом потом вместе с нами отправился ночевать в амбар где нам наспех поставили походные койки между грудами репчатого лука и мешками с зерном и тут я узнал что отец носит длинные кольсоны и храпит во сне на следующий день в полдень отец вновь стал светским человеком надел изящные перчатки не останавливаясь мы пересекли департамент Луи Гаронна под вечер прибыли в Армани и подкатили к замку графа де Пали возвышавшемуся на вершине холма между речками Дузой и Желизой замок имел весьма величественный вид и владелец замка на первый взгляд вполне ему соответствовал нас провели в большую гостиную и вскоре тут совершил торжественный выход этот бывший колониальный чиновник долговязый старик с белоснежными бакенбардами его сопровождала дочь в воздушном платье из розового тюля и рядом с ней граф де Пали казался еще суровее но он как-то странно моргал глазами уважаемый господин нотариус заговорил напыщенным тоном бесконечно благодарен вам за то что вы так быстро папа прервала его мадемуазель де Пали это бог ты не ваш тариус это ваш друг жак резо уууу это юный резо очень рад вас видеть дитя мое вот начин китай граф де Пали впал в детство отец поморщился ведь в его лице была оскорблена вся французская энтомология наука весьма солидная но Иоланда де Пали тотчас пролила на болезненную рану целительный бальзам для этого у нее нашлась соответствующая скончую мягкая облика достаточно было взглянуть на нее и сразу становилось ясно до какой степени к этому дому подходит выражение власть попала в женские руки в руки тнута прячки мадемуазель Иоланда с вечной своей улыбкой пряла последнюю нить рода де Пали кстати сказать она была не дурна хотя несколько увяла меня уже начали интересовать женские лица и она мне понравилась извините отца дорогой Жак умоляла она зрение у него слабеет и он с трудом узнает даже лучших своих друзей они обменяясь нежным дружеским рукопожатием из вежливости на сей раз без улыбки мадемуазель де Пали спросила как себя чувствует мадам Ризо в ответ она услышала двусмысленную фразу ко всеобщему удивлению лучше нас отец представил довольно небрежно мс. Ризо явился перед нами в новом облике в роли сердцееда целую неделю он увивался за мадемуазель де Пали успокойтесь ухаживание было чисто платоническим как оно и приличествует человеку светскому в такой же мере как интерес к генеалогии и энтомологии у графа де Пали как и у многих старцев павших в детство случались минуты просветления в угоду Иоланде наш отец старался заполнить их двукрылыми насекомыми пауки были изгнаны только один паук остался этот крепко засел в башки его сиятельства хихикал Фредди чье острословие становилось утомительным подожди доживешь его нет так у тебя в голове не то что паука целый краб засядет говорил я позевывая ибо я зевал непрерывно зевал во весь рот вот вы этого не поймете но я скучал конечно нас принимали угощали по-королевски мы пользовались полной свободой с утра до вечера в нашем распоряжении были теннисный корт лодка бильярдная многочисленная чилизь но все развлечения были разрешены официально и не имели прелести запретного плода психи моро не дрожала от злости при виде их Фредди по-видимому не очень-то разделял мои чувства на этот счет ой старуха лопнула бы от злости если бы видела как мы тут живем то и дело твердил я в кои-то веки мы избавились от нее а ты то и дело поминаешь эту ведьму ты все время ее ругаешь а вроде как не можешь обойтись без нее честное слово да и в самом деле играть с огнем вертеть в руках гадюку разве это не было с младенческих лет самой любимой моей забавой психимора стала мне необходимой как пенсия для калеки живущего своим убожеством и вот я из фанфаронства решил написать кропату письмо с восторженным описанием нашей поездки письмо конечно пройдет через цензуру нашей имидеры и вольно уязвит как ее так и кропета ответ милого дружка не заставил себя ждать через четыре дня я получил открытку с непрепной фотографией нашего замка в хвалебном он был снят с фасада во всю свою длину кропет сообщал без всяких комментариев дорогой хватай глотай очень рад что вы так хорошо проводите каникулы зато мне мама купила велосипед фирмы Вандер с переключателем скорости аббат Вадебонкер больше не вернется вместо него наняли аббата Траке он был духовником в исправительной колонии Жан Барбелевьен поступает в семинарию мама велела мне предупредить Фредди что она очень недовольна тем что нашла в тайнике оказавшимся в его комнате твой любящий брат Марселя Резон мы долг и горячо обсуждали письмо паршивец скрапет хорошо поработал возмущался Фредди мать задаст нам когда мы вернемся гуля утихнет ответил я а вот наш клад пропал четыре банки тушенки две банки айвову варенья тридцать четыре яйца двести пятьдесят франков и пятнадцать ключей вот это беда хорошо еще что у меня хватило догадки спрятать две бумажки по сто франков и четыре отмычки под плиткой пола в моей комнате надеюсь что их не нашли прежде чем передать нам открытку отец прочел ее сам он не обратил никакого внимания на сообщение о нашем тайнике но в беседе с мадемуазель Деполи он яростно негодовал на самовластные решения психи мажей тут во всей красе сказался характер поли воспользовалась моим отсутствием чтобы уволить аббата пригласить другого по своему вкусу я сегодня же напишу и свои соображения на сей счет он ничего не написал десять минут спустя набросив сачок на какое-то зонтичное растение он случайно оказался счастливым обладателем редчайшей тегомья лишний пучок волосков на последнем кольце ее брюшка давал основания предполагать что в сачок попалась еще незнакомая разновидность в полном восторге отец тотчас же написал о своей находке в музее естествознания членом-корреспондентом которого он был недавно избран а жене написать забыл о сачалом-корреспондентом Продолжение следует...